Ян Гунчу, джунг 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 джунг. Блоки создания стоимости и цепочки поставок. Простите, цепочки создания ценностей. Итак, слово предоставляется господину Ли Гюхену. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вопреки продолжающейся пандемии, желаю всем доброго здравия. Я хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность ректору Кропачеву, а также всем организаторам сегодняшнего мероприятия. Ян Гунчу. Кризис осложнил с продолжающимся военным столкновением между Россией и Украиной. Я искренне желаю, чтобы нынешняя аномальная ситуация как можно скорее вернулась в норму. Отрадно, что вопреки всем сложностям мы сегодня вместе с ведущими экспертами, которые вносят огромный вклад в развитие двусторонних отношений, сможем поговорить на актуальную тему российско-корейское сотрудничество через призму цепочек создания стоимости и цепочек поставок. Прежде всего, я хотел бы тепло поприветствовать моего старого друга Николая Михайловича Кропачева и поблагодарить руководителя рабочей группы, председателя Совета директоров СМАРТ-СПГ Сергея Отовича Франко, директора отдела международного сотрудничества КИТа Ким Кейхёна за ваше время и внимание. Я также хотел бы выразить особую признательность выступающим докладчикам и дискуссантам обеих стран, а также ученым, экспертам и бывшим дипломатам, которые подключились по видеосвязи. Уважаемые дамы и господа, особое внимание уделяется возможности формирования цепочек создания стоимости между компаниями двух стран через зону свободной торговли между Россией и Кореей. Очень признано, что анализ выстроенных цепочек создания стоимости помогает предприятиям при разработке конкурентных стратегий. И если между компаниями наших стран будут сформированы такие цепочки, то они смогут повысить эффективность затрат и управленческих решений, увеличить прибыльность, обеспечить себя стабильными поставщиками и улучшить отношения с клиентами. Сегодня страны пытаются найти меры для эффективного реагирования на структурные изменения в мировой экономике, ускоренные пандемией. Наряду с этим всех беспокоит вопрос обеспечения и сохранения устойчивости в условиях випонизации ресурсов и формирования блоковых моделей в цепочках поставок. Убежден, что в этой непростой ситуации возможность изучить и обсудить существующие варианты выстраивания цепочек поставок между Кореей и Россией приобретает особый смысл. Уверен, что открытый разговор и обмены мнениями, направленные на расширение торговли, увеличение взаимных инвестиций, создание стабильного рынка непременно принесут взаимовыгодные результаты. Всем известна эта фраза «Москва не сразу строилась». На самом деле, все важные вещи требуют времени. Возможно, обстановка и условия еще не созрели. Но я твердо верю, что наши усилия по решению актуальных проблем современной эпохи получат справедливую оценку. Также я верю, что сегодняшний семинар, хотя он и проводится в формате видеоконференции, станет еще одним подтверждением того, что наша страсть к развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества приведет всех нас к еще большим результатам. Каким опытом мы делимся, какие новые формы сотрудничества мы ищем, какими способами планируем укреплять наши отношения, все эти устремления и действия имеют самостоятельную ценность. Это усилия, которые носят взаимовыгодный характер. В заключение, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации и проведении семинара. И пожелать всем нам, чтобы наши сегодняшние усилия стали заделом на будущие 30 лет экономического сотрудничества, результаты которого превзойдут предыдущие три десятилетия. Благодарю за внимание. Спасибо большое, господин Ли Кюхен. Далее слово предоставляется председателю Российского координационного комитета Николаю Михайловичу Кропачу. Пожалуйста, Николай Михайлович, вам слово. Спасибо. Дорогой друг Ли Кюхен, уважаемый господин Ким Кюхен, Хо Синчхоль, господин Ли Санчжун, уважаемый Сергей Оттович, уважаемые коллеги и друзья. Рад приветствовать всех участников нашего семинара. Сегодня семинар специалистов рабочей группы экономика, торговли и ресурсы посвящен актуальным как для России, так и Кореи вопросам применения блокчейн-технологий для реализации эффективного экономического сотрудничества. Мировой кризис и экономические ограничения вынуждают искать новые пути взаимодействия. Современные технологии, в том числе и блокчейн, становятся одним из таких путей. Несколько слов о нашем университетском опыте в этой области. На базе Санкт-Петербургского университета в настоящее время функционирует Центр технологий распределенных реестров. Он является ведущим в России Центром компетенцией программы «Национальная технологическая инициатива по развитию технологий и экосистемы блокчейн в России». Решения и технологические разработки Центра находят применение в управлении транспортной и складской логистикой, работе промышленных предприятий, энергетической и финансовой сфере, органах государственного управления. Специалисты Центра проводят исследования, разрабатывают образовательные программы, оказывают экспертные услуги и создают программные решения с использованием технологий распределенных реестров – блокчейн. Например, с использованием блокчейн-технологий разработана система идентификации и мониторинга перемещения культурных ценностей – ЭДМС, которая позволяет сделать процесс сотрудничества между владельцами, музеями, страховыми организациями и компаниями-перевозчиками простым и безопасным. Сервис не только значительно упрощает взаимодействие между упомянутыми участниками рынка, позволяет накапливать информацию по каждому предмету, но и предусматривает фиксацию таких важных параметров, как температура, влажность и другие условия хранения и перевозки культурных ценностей. Комплекс легко адаптируется для применения в других областях логистики, например, при интермодальных перевозках. Не менее важной разработкой центра является программный комплекс «Криптовечи», который позволяет проводить дистантные голосования, обеспечивая неизменность данных и автоматическое формирование протоколов и других необходимых документов. На сегодняшний день «Криптовечи» используется уже в более чем 140 организациях по всей России. В университетах, акционерных обществах, в Российской академии наук, в государственных органах исполнительной власти. Также центром была создана децентрализованная система межбанковских сообщений. Если максимально упростить, это альтернатива SWIFT, не имеющая единого владельца, который может отключить участника по своему желанию. В настоящее время система уже проходит тестирование в ряде организаций, и мы открыты к сотрудничеству с новыми партнерами. Кроме того, СПБГУ совместно с порталом «Открытое образование» реализует онлайн-курсы «Блокчейн. Цели бизнес-моделей и регулирования» и «Блокчейн. И финансы. Концепции технологии регулирования», предназначенные не только для студентов технических вузов и специальностей разработчиков программного обеспечения, но и для всех, кто интересуется технологиями распределенных реестров. Верю, что сегодня наша встреча будет плодотворна и способствует дальнейшему развитию сотрудничества России и Республики Кореи в области IT-технологий. Желаю успешного проведения семинара. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Николай Михайлович. Далее слово предоставляется господину Ким Гихёну, руководителю отдела международного сотрудничества Кита. Уважаемые дамы и господа, добрый день. Я директор отдела международного сотрудничества Кита Ким Гихён. Поздравляю с проведением семинара специалистов рабочей группы экономика, торговля, ресурсы. Выражаю глубокую благодарность председателям Координационных комитетов Ли Кихёну и Николаю Михайловичу Кропачеву за организацию семинара. Также выражаю признательно всем докладчикам и дискуссантам за ваши усилия. Сегодняшний семинар посвящен вопросу выстраивания цепочек создания стоимости и поставок между нашими странами. Последствия пандемии отразились на цепочках поставок. На этом фоне происходит обострение геополитических конфликтов. Все это трансформировало скомбинированный кризис. Учитывая текущую ситуацию, следует отметить, что выбранная тема носит весьма актуальный характер. Как известно, наша ассоциация совместно с ТПП России, начиная с 2008 года, на регулярной основе проводила российско-корейский бизнес-диалог, призванный поощрять бизнес-сообщение предпринимателей обеих стран и расширять горизонты экономической кооперации. Но с обострением российско-украинских отношений, взаимоотношения России и Кореи переживают новый переломный момент. Недавно нами был проведен опрос среди корейских предпринимателей, работающих с российскими компаниями. Согласно данным опроса, 73% респондентов отметили, что после начала СВО сократились объемы торговли с Россией. Санкции коллективного Запада сказываются на бизнесе как корейских, так и российских предпринимателей. На фоне происходящей перестройки мировой архитектуры всем нам следует подумать над тем, как выстраивать экономическое сотрудничество в новых условиях. Желаю, чтобы сегодняшний семинар стал площадкой для поиска новых кооперационных путей, мудрых практических решений для преодоления трудностей, возникающих в мире высокой неопределенности. Спасибо за внимание. Спасибо большое, господин Ким Ки Хён. На этом разрешите завершить, закрыть церемонию открытия. Теперь я, как директор секретариата, хотел бы предложить перейти к работе первой сессии. Как уже сегодня отмечали выступающие, что, несмотря на все эти сложности и перипетии, происходящие в мире, мы буквально два дня назад провели работу девятого форума ведущих университетов Кореи и России. И это было возможно благодаря нашей твердой политической воле и устремлению к развитию нашего сотрудничества. Сегодня мы с вами продолжим работу нашего экономического семинара. И из-за пандемии у нас на протяжении уже нескольких лет наше общение проводится в режиме онлайн формата. Но, несмотря на это, хотелось бы отметить, что наше желание работать и развивать, продолжать наш диалог, оно помогает нам. И хотелось бы похвалить себя за то, что мы, благодаря усилиям наших председателей Координационных комитетов, в этом году не пропустили ни одного регулярного заседания. И у нас все рабочие группы работают в нормальном стандартном режиме. Сегодня модератором первой сессии являюсь я и Сергей Оттович Франко. Сергей Оттович, рад встрече с вами. Если позволить, мы распределим роли, что я буду представлять корейских докладчиков, а вы тогда от российской стороны докладчиков. Итак, если разрешите, я тогда представлю первого докладчика от корейской стороны, профессора университета Уйон Се, господина Ким Тэ Капа. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я хотел бы поблагодарить прежде всего организаторов за предоставленную возможность сегодня выступить с докладом на этом семинаре. И сегодня я хотел бы поговорить с вами на заявленную тему, как уже было сегодня озвучено в программах. Можно будет тогда продемонстрировать мой слайд? Я хотел бы сегодня поговорить о планах реализации российско-корейского сотрудничества в области развития цепочек создания стоимости. Простите, сейчас мы буквально через несколько секунд разместим слайд. Спасибо. Как только появятся слайды, я сразу перейду непосредственно к докладу. Но хотел бы сказать, что я свой доклад хотел бы разделить на четыре основных блока. Первый блок вопросов – это о глобальной цепочке стоимости, дефиниции, общее состояние. Затем второй блок вопросов – это внешняя торговля России и состояние глобальных цепочек стоимости. Третий блок вопросов касается торгового сотрудничества между Кореей и Россией. И состояние цепочек стоимости между нашими странами. Я буду сегодня говорить, исходя из тех данных, которые я смог найти. И хотел бы также отметить, что все эти моменты, которые я буду озвучивать, они – это личная точка зрения как эксперта и человека, занимающегося научными исследованиями. Кроме того, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день геополитическая ситуация довольно сложная. Поэтому я постараюсь, обходя острые углы, поговорить и о нашем дальнейшем сотрудничестве и путях развития нашего сотрудничества. Вы же знаете, если бы мы с вами общались в очном формате, у нас бы таких проблем нет. А вот это ковид, он нас так долго мучает, что нам приходится вроде и радоваться технологическому развитию, но в то же время и это является определенным сдерживающим фактором. Я надеюсь на ваше понимание. Я думаю, что эта техническая заминка будет решена буквально скоро. Тема доклада. Я еще раз повторю. Предложение по сотрудничеству цепочки создания стоимости между Кореей и Россией. Это содержание моей презентации состоит из четырех блоков вопросов. Итак, глобальной цепочки добавленной стоимости дали для упрощения перевода ГЦС. Вы видите, что она состоит следующим образом. Это понимаете, что в зависимости от того, каким образом происходит взаимодействие на уровне производства, затем дистрибуции и до введения готового продукта до потребителя определяется размер этой цепочки и ее действенность. На сегодняшний день участие в глобальных цепочках стоимости, они имеют для нас важное значение для предприятий. Почему? Потому что они способствуют повышению производительности труда, увеличению числа рабочих мест и экономическому росту. Поскольку международная фрагментация производства способствует таким положительным эффектам. На данном слайде вы видите, что это отмечается долгосрочный тренд международного производства. Мы видим, постоянно происходит рост такого общемирового международного производства. И при этом вот этот график нам еще раз напоминает, что всем компаниям очень важно попасть в эти ГЦС. Но мы знаем, что глобальные цепочки стоимости, они развиваются в обоих направлениях. То есть это подразумевается как обратное участие и прямое участие. И вот на этом слайде вы видите, когда мы говорим о прямом участии, то тогда мы в основном это компании, которые занимаются непосредственно ресурсами, сырьем и свою производимую продукцию выводят на зарубежные рынки. И для этого необходимо, а когда мы говорим об обратном участии, мы говорим о том, когда процесс производства основан на приобретении промежуточной продукции для производства дальнейшей готовой продукции. И я думаю, что этот слайд можно принять во внимание, вот предыдущий, для развития нашего взаимоотношения через призму выстраивания ГЦС. И здесь, если обратить внимание на этом слайде, каким образом в компаниях сегодня наблюдается участие как прямого, так и обратного участия в ГЦС. Если синим цветом обозначены обратные связи в ГЦС, то красным цветом обозначены прямые связи в этих цепочках. Здесь мы можем увидеть, каким образом по странам происходит участие в ГЦС. В России, кстати, нужно отметить, что довольно высокая доля участия в этих глобальных цепочках стоимости. Но необходимо отметить, что здесь, вот в соотношении голубого с красным, мы видим, что российское участие в ГЦС, оно представлено в основном прямым участием. И в отличие от других лидирующих стран, лидирующих экономик. Начиная с 2010 по 2020 год, мы видим, каким образом изменяется динамика развития глобальных цепочек стоимости. И здесь, если отметить, что глобализация с 2000 по 2021 год характеризовалась тремя широкими фазами, как это отмечают данные Всемирного банка. Это первая фаза, период гиперглобализации, отмеченная периодами с 2000 по 2008 год. Этот период способствовал расширению масштабов ГЦС, международной фрагментации, производства, сегментации, производственной сети. Либерализация и дерегулирование, оно способствовало стремительному развитию глобализации. Вторая фаза, это период медленной либерализации после финансового кризиса, который наступил в развитых странах в конце 2008-2009 годов. Это время, когда темпы глобализации замедляются из-за экономического спада и торгового коллапса в развитых странах. Последняя, третья фаза, это период посткоронавирусный, отмеченный с 2020 по 2021 год. Период описывается как идеальный шторм и наихудший сценарий для зарубежного производства. Таким образом, на сегодняшний день, преодолевая процесс, такой трехфазный процесс развития глобализации, мы сегодня отмечаем, что сегодня на смену вот этой глобализации приходит уже новый процесс регионализации, когда в голову угла ставятся прежде всего это национальные интересы. И мы считаем, что геополитическая ситуация, обострение прежних таких тлеющих конфликтов, оно привело только к ускорению наступления периода регионализации, процесса регионализации. Здесь, на этом слайде, вы видите, что начиная с 2008 года глобальная цепочка стоимости, она резко приходит к такому спаду, и постепенно мы видим, сейчас наступает период восстановления, но опять-таки начиная с 2020 года мы видим спад развития ГЦС. Геополитическая ситуация Мы сейчас попытаемся все-таки как-то наладить работу, но минутку еще. Прошу прощения. Получается, что мое желание быть совершенным привело к такому техническому сбою. У меня было несколько версий моей презентации, и получается, что секретариат мне открыл не ту версию. Ну, а теперь я думаю, что мы вернулись к последней моей версии презентации. На этом слайде мы видим, что до этого я попытался рассказать, каким образом происходило развитие глобализации, и на этом фоне развитие глобальных цепочек стоимости. Здесь мы хотели, я хотела бы представить материал, подготовленный компанией B&N Company, и здесь мы видим, какие факторы оказывали влияние на развитие цепочек поставок по годам в хронологическом порядке, и здесь указаны, какой из факторов оказывал наибольшее влияние. Ну, вот здесь, если посмотреть на последний, текущий период, мы видим, это влияние последнего ковидного кризиса, а также взаимоотношения, вот такое соперничество между США и Китаем, а вот последний период, он охарактеризован и усложнением, обострением взаимоотношений России и Украины. Следующее – это внешняя торговля России и состояние глобальных цепочек стоимости. Я думаю, что этот блок вопросов здесь знают наши российские коллеги даже лучше меня, но все-таки я попытаюсь с точки зрения корейских экспертов и корейского бизнеса сделать анализ нынешнего состояния. Если мы посмотрим период, начиная с 2012 по 2021 год, то мы видим, что довольно хорошая динамика развития внешней торговли, и особенно примечательно, что после ковида Россия довольно быстрыми темпами в России происходило восстановление экономики. Здесь мы видим, что увеличивается доля в структуре экспорта, это доля Китая. Кроме того, мы можем обратить внимание на то, каким образом увеличивается удельный вес Кореи в общей структуре внешней торговли России от 2,6% до 3,4%. И вот если посмотреть на этой диаграмме, то получается на первом месте стоит Китай, второе место – Нидерланды, третье место – это занимает Германия. Это ключевые экспортные рынки России. То есть мы видим, что основным таким вот ключевым рынком для экспорта российской продукции является это Европейский Союз. Страны Европейского Союза практически 28% занимает именно эти рынки. Ключевые экспортные статьи России, то мы можем обратить внимание, что это сырьевая база, это нефтяные продукты, и затем также это материалы, основанные, это опять-таки первое звено промышленного производства. Здесь я также использовал данные ITC датабазы, и мы посмотрим динамику импорта России за тот же период с 2012 по 2021 год. И мы видим, что довольно улучшилась ситуация динамика и с импортом. Мы видим также и здесь нарастает доля Китая, а также удельный вес 27 государств Европейского Союза. Также отмечены тенденции, были отмечены увеличением, но последние годы мы обращаем внимание, что произошло снижение удельного веса. Вот ключевые рынки импорта. Это опять-таки Китай на первом месте, и второе место – это европейские страны. Основные статьи импорта. Я пропущу, потому что вы хорошо знаете, и перейду к следующему слайду. Огромное положительное сальдо торгового баланса России на сегодняшний день не является очевидным признаком экономической мощи, поскольку здесь оказывает влияние внешние факторы. Я смотрел на все объективные материалы и постарался быть весьма объективным. Россия зафиксировала рекордное положительное сальдо торгового баланса, но более половины его увеличения связано с падением импорта. Во втором квартале 2022 года в России был зафиксирован самый высокий за всю историю профицит счета текущих операций и главным образом из-за рекордного положительного сальдо торгового баланса. Это частично отражает более высокие доходы от продажи ископаемого топлива в результате повышения цен и чуть более также сказывается сокращение российского импорта. На этом слайде я хотел бы отметить, что структуру экспортных товаров – это, получается, энергоресурсы, дальше продукция химического производства. Благодаря такой структуре внешней торговли на сегодняшний день российские компании в глобальных цепочках стоимости представлены все-таки в секторе прямого участия. Если по состоянию на 2018 год посмотреть данные ВТУ, на 2018 год уровень участия в ГЦС России составляет где-то 45,6%. Это относительно высокий показатель. И это связано с высоким уровнем прямого участия в ГЦС, то есть более 37% по сравнению с другими регионами. И здесь, если посмотреть, что в период с 2010 по 2018 год темпы роста участия России в ГЦС составлял где-то 2,2%. Это был самый низкий уровень за исключением Латинской Америки. И таким образом нужно сказать, что в общей структуре мирового разделения труда Россия представлена не столь высоко. И уровень участия России в ГЦС существенно не изменялся за период, начиная с 2010 по 2018 год. И мы видим, что доля прямого участия это где-то 36%, доля обратного участия где-то 8,5-8,6%. И за период с 2010 по 2018 год темпы роста прямого и обратного участия России оставались на низком уровне, на уровне 2%. И темпы роста прямого участия ниже, чем в других странах, за исключением Латинской Америки. А темпы увеличения участия в обратном участии находятся на самом низком уровне. И здесь вот также опять-таки показывают, какое распределение между прямым и обратным участием. То есть в прямом участии России представлено в секторе сырья, это ископаемое топливо, затем продукция горнодобывающего сектора и незначительно представлено в части обратного участия. Если посмотреть данные ВТО, то можно выявить, что энергоносители нефтепродукты составляют около 45% экспортных отраслей России, которые участвуют в ГЦС. Это основные страны-экспортеры, то есть куда экспортируют, в основном это Германия, Китай и Польшу. И благодаря этому слайду мы понимаем, что основные направления экспортные куда направлены и основными странами, которые импортируются, это также является Китай, Германия и США. Ну а далее хотелось бы поговорить о следующем, о статусе корейско-российского торгового взаимоотношения и как у нас обстоят дела с участием в глобальной цепочке стоимости. Если посмотреть, что по странам, то тогда получается Россия является десятым нашим торговым партнером, и здесь это период 2021 года. А если за 10 месяцев 2022 года мы видим, что Россия переместилась с 10 позиции на 15 позицию. К сожалению, мы видим, что весьма сократились объемы как экспорта, так и импорта. То есть это сказывается нынешняя сложная геополитическая ситуация и другие сложности. Если посмотреть на этот слайд, то мы видим, что основным рынком, нашим экспортным ключевым является Китай. На втором месте это США, третье место занимает Вьетнам. И вот здесь слева вы видите где-то 0,9% это доля российского рынка. Здесь за период импорта, из каких стран мы осуществляем, это период с января по октябрь 2022 года. Здесь примерно такая же структура. На первом месте это Китай, США, на третьем месте Япония. А Россия занимает где-то 2,1%. Здесь, если вы обратите внимание, что постепенно динамика экспортно-импортных операций в отношении России, то мы видим явный дисбаланс, торговый дисбаланс между Кореей и Россией. И постепенно у нас этот дисбаланс только увеличивается. И здесь также мы видим, что это сказывается в связи с сокращением экспорта России в Корею и, соответственно, сокращением экспорта Кореи в Россию. Если посмотреть, какие в основном мы экспортируем статьи экспорта, вы с ними хорошо знакомы, поэтому я очень быстро пролистал. И здесь, если можно посмотреть, что все-таки на первом месте это автомобили и автокомплектующие занимают у нас первые позиции. Если вы обратите внимание, что у нас получается, что в начале года у нас объемы небольшие экспорта автокомплектующих и автомобилей, но к концу года у нас нарастает объем экспорта. И это мы видим как в 2020 году, в 2021 году. Но с приходом 2022 года мы видим здесь уже другую динамику. Это связано с западными санкциями антироссийскими и вынужденным сокращением объемов производства, а также ограничением экспорта. И я думаю, что в следующем году эта динамика резко не изменится. То есть это будет такой пологий график, кривая, и где мы не будем такого видеть явного роста. У нас получается где-то на 54% сократился экспорт комплектующих, автокомплектующих, и порядка 30% сократился объем экспорта готовых автомобилей. Далее, что мы импортируем из России. Это в основном мы экспортируем продукцию горнодобывающие и затем морепродукты, рыбопродукция. Здесь, если посмотреть первые две позиции, то по годам, то можно посмотреть, что у нас также увеличивались объемы импорта угля и сырой нефти. То это в 2020 году и в 2021 году мы видим, что в начале года низкие объемы, к концу года идет резкий рост. Но здесь, если посмотреть на примере 2022 года, то у нас появляется очень интересное, что резко возросло импорт угля. Это тоже очень характерно для 2022 года. Далее, если посмотреть, это данные, которые дает корейский Эксимбанк, то мы обратим внимание, что это данные, которые дается ITC Investment Map. И мы видим, что на период глобальных кризисов приходится такое падение инвестиционной активности корейского бизнеса на российском рынке. Мы видим и восьмой год, и 2014 год. Но после этого вот такого падения мы отмечаем, что в посткризисный период у нас происходит такой резкий скачок. И это было примечательным таким паттерном нашего взаимодействия. Далее я хотел бы отметить, что у нас какая получается инвестиционное сотрудничество, состояние инвестиционного сотрудничества. Вы видите, что здесь у нас отмечается очень интересная картина. Это получается 0,6% инвестиций в целом, если мы говорим по России. Если посмотреть по инвестициям России в зарубежные рынки, то мы видим, что 42%, более 42% занимает Кипр. Далее, что касается зарубежных инвестиций Кореи, то мы видим, что первое место занимает это США, второе место Китай, на третьем месте стоит Вьетнам и так далее. И мы видим, что 0,9% – это менее 1% корейских инвестиций в российскую экономику. Далее хотелось бы поговорить о прямых инвестициях Кореи в российский рынок. Мы можем отметить, что самый пик приходился на период 2007-2008 и где-то год и 2009 год. Но постепенно у нас происходит снижение. В первом полугодии этого года мы видим резкое падение инвестиций в российскую экономику. И я думаю, что это обострение российско-украинских отношений. Затем антироссийские западные санкции повлияли на эту динамику. На этом слайде компания, которая работает на российском рынке – это компания «Орион», компания «Самсунг», «Электроникс», дальше «Хёнде Моторс» – это в Санкт-Петербурге автозавод. Далее. Теперь я хотел бы резюмировать свое выступление и сказать, какое несет экономическое значение Россия для нас, для Кореи. Как я уже отметил, что в 2021 году, если Россия была для нас 10-м торговым партнером, в 2022 году она переместилась на 15-ю позицию. Но, несмотря на это, мы придаем большое значение в качестве торгового партнера. Кроме того, Россия обладает особыми преимуществами для корейской экономики, учитывая то, что российская экономика пока что носит все-таки сырьевой признак, поэтому у нас сотрудничество опирается на сырьевую базу. Кроме того, для нас Россия ассоциируется с Евразийским экономическим союзом, население которого составляет 180 миллионов человек. Это ВВП в общей совокупной 2 триллиона долларов. Это 3,2 мирового ВВП. И поэтому на сегодняшний день объем внешней торговли с третьими странами в 2021 году составил 988 миллиарда долларов. Это 2,7% мирового экспорта. Кроме того, Россия и Корея имеют взаимодополняющую структуру торговли. И это также придает нам особые надежды и говорит о существующем потенциале. Кроме того, нам необходимо и в дальнейшем работать, поскольку каждая страна имеет свою стратегию. И понятное дело, что для России задача номер один – это развивать обрабатывающий сектор промышленности для того, чтобы трансформировать свою экономику из ресурсной в модель развивающегося. И я считаю, что возможность промышленного сотрудничества с Россией мы определяем высоким уровнем потенциала, технологического потенциала, особенно в частности в области цифровой трансформации и в сфере зеленого перехода. Если посмотреть данные ITC, то мы увидим экспортный потенциал России. И в взаимодействии с Кореей по позициям. Если обратите внимание, желтым цветом обозначены алюминий. Затем и все, что связано с алюминиевой продукцией. Затем это черные металлы. И получается, что у нас в основном вот та потребность корейского бизнеса в сырье и материале мы можем находить в российской промышленности. Особенно в последнее время возрастает внимание, уделяется большое внимание Палладию, поскольку он широко используется в производстве полупроводников. Здесь на этом слайде мы видим экспортный потенциал Кореи в Россию. Опять-таки по позициям источник тот же ITC-экспорт. Мы видим это опять-таки автомобили или все транспортные средства для осуществления пассажирской перевозки. Я привожу пример статью российского ученого, которая разбирает вопросы глобальных цепочек ценностей российского бизнеса. То есть для того, чтобы увеличить долю российского бизнеса в обратном участии в глобальной цепочке стоимости, необходимо работать над увеличением спектра обрабатывающей промышленности. И необходимо посмотреть, как можно гибко реагировать в тех сферах, где уже Россия представлена в прямом участии. И вот здесь приводится график, где можно, используя те ресурсы, сырье, которым богата Россия, использовать их в смежных отраслях. Это, например, электромобили, это затем сфера ИКТ. И таким образом развивать смежные отрасли как третьих стран, так и самой России. И таким образом увеличивать долю участия в обратной связи в ГЦС. Как я уже говорил, что вопросы зеленой энергетики на сегодняшний день, это является актуальным глобальным вопросом. И мы понимаем, что сегодня Китай в плане добычи и производства редкоземельных, редких металлов занимает очень важные ведущие позиции. Поэтому здесь предполагается дальнейшее расширение сотрудничества. На этом слайде вы видите глобальное производство критического сырья и материалов. И мы видим, какие страны играют здесь ключевую роль. Мы видим, что Россия на этом рынке производства поставляет это в Анаде, платину. Можно сказать, что порядка 30 элементов таблицы Менделеева сегодня поставляется на рынке для производства той продукции, где широко используются редкие металлы. Для того, чтобы осуществлять инвестиции, ориентированные на глобальную цепочку ценностей, необходимо стимулировать спрос в этой сфере, как можно больше привлекать иностранный бизнес. И кроме того, необходимо предусматривать различные меры поддержки. И России необходимо уделить внимание на именно сектор обрабатывающей промышленности и постепенно увеличивать долю участия в ГЦС. Транснациональные компании беспокоятся по поводу того, что если ГЦС будут сильно диверсифицированы, то будут соответствующие проблемы. Но, несмотря на это, сегодняшняя ситуация требует довольно скорейшей диверсификации ГЦС, и учитывая особенно нынешнюю геополитическую ситуацию. Вот на сегодняшний день мы видим, что транснациональные компании сегодня проводят политику решоринга. То есть это те компании, которые находились в обшор, они сегодня возвращаются себе на родину или располагаются где-то рядом. То есть и политика не обшор, а также активно развивается на сегодня государствами. И как на этом слайде, мы видим, что это данные статиста. Вот мы видим, что активно компании предпринимают стратегии решоринга. В Корее на сегодняшний день также правительство заинтересовано предоставлять определенные преференции для возвращения их обратно домой, чтобы они занимались дома бизнесом. И вот здесь вы видите, что в 2020-2021 году довольно быстрыми темпами происходит увеличение компаний, возвращающихся к себе на родину. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это... Сегодня мы можем говорить о том, что взаимоотношения развиваются с дружественными партнерскими странами, и при этом на первое место выступают такие вопросы, как экономическая безопасность, информационная безопасность. И поэтому сегодня появляется новый термин, как «фрэншоринг». Особенно на фоне усиления соперничества между США и Китаем мы сегодня видим, как происходит перестраивание мировой торговли. Это ускорилось и обострением российско-украинских отношений. Одним из примеров является... На этом снимке вы видите министр финансов США, она была у нас в Корее. Она говорила о важности фрэншоринг, особенно в вопросах сдерживания Китая и России, и призывала страны-партнеры проводить политику фрэншоринга. Не только к Корее относился этот призыв, но и к Индии. И вот поэтому на сегодня становится вопрос фрэншоринга довольно актуальным. Сегодня я хотела бы представить вот этот слайд господина Ли Сангджуна. В 2020 году он очень хорошо показал новую концепцию взаимодействия между странами. Как мы уже говорили, что сегодня внешняя обстановка влияет на ГЦС. Они меняются, цепочки поставок, цепочки создания стоимости. На фоне этого изменяется государственная политика, и поэтому и России, и Корее приходится переходить от межотраслевого сотрудничества к внутриотраслевому сотрудничеству. И кроме того, необходимо продолжать политику новой северной экономической политики, обращать внимание на инвестиции на Дальний Восток, а также в Арктическую зону России, и продолжать усилия по созданию свободной зоны торговли. То есть активизация нашего сотрудничества внутриотраслевого формата позволяет выстраивать более устойчивые кооперационные связи. Они менее подвержены влиянию различных внешних факторов. И вот поэтому зона свободной торговли, пока переговоры приостановлены, все-таки эти усилия должны быть продолжены. Я прошу наших коллег о понимании, что у нас было несколько таких технических заминок. Но на этом я хотела бы завершить свое выступление. Спасибо за внимание. Спасибо большое, господин Ким Тэгап. Я теперь передаю Сергею Оттовичу микрофон. Пожалуйста, вам слово, Сергей Оттович. Доброе утро, уважаемые председатели, сопредседатели, уважаемые коллеги Хон Синчхоль, уважаемые дамы и господа, экселенсы, участники семинара. Прежде чем предоставить слово российскому участнику нашей сегодняшней сессии, я ограничусь двумя личными замечаниями. Одно из них носит философский характер, а другое носит практический характер. Философское замечание говорит о том, что во времена текущих сложностей и проблем, которые кто-то называет идеальным штормом, кто-то называет великой ансетанти, как можно более актуальным остается сохранение и преумножение накопленного потенциала взаимовыгодных экономических отношений между Россией и Республикой Кореи. Очевидно, наша колоссальная ответственность состоит в том, что не нужно торопиться сжигать мосты, которые при огромных усилиях и трудах многих граждан, предпринимателей наших стран были созданы за последние три десятилетия. И в этом состоит наша ответственность не только перед сегодняшним поколением граждан наших стран, но и особенно перед будущими поколениями наших стран. Я говорю это, опираясь на свой опыт работы с корейскими партнерами, который начался в 87-м году, во времена подготовки к Сеульской Олимпиаде. И в то время наши страны не имели дипломатических отношений, но мы находили возможности для сотрудничества по многим управлениям. Практическое соображение сводится к тому, что сегодня темой нашей семинара является блокчейн, информационные технологии, цепочки создания стоимости. И эта сфера человеческой активности и креативности будет развиваться. В этом нет никаких сомнений. Но прежде всего она будет проявлять себя в сфере логистики, в сфере торговых цепочек. И это тем, чем мне пришлось заниматься всю мою профессиональную карьеру. И в наших двусторонних отношениях она быстрее всего себя проявит при формировании новых транспортных коридоров и возможностей, которые будут очень актуальными, исходя из объективного процесса регионализации, деглобализации. Формирование новых возможностей на фоне резкого удорожания классических транспортных маршрутов, которыми пользовались торговые интересы в течение прошлых двух декад. И в этом смысле наша работа со многими нашими корейскими партнерами по развитию новых возможностей в Арктике на северном морском пути, она, конечно, является актуальной не только для двусторонних отношений, но и глобально-формально. Я согласен с тем, что корейский докладчик господин Текап сталкивался с технологическими сложностями, они были очевидны. Я решил упростить эту задачу, и у меня есть только один слайд. Это модель судна, который был построен на Бульсане 20 лет назад, которая была лучшим и остается лучшим судном в своем классе, которая продолжает поставлять энергию на азианские рынки и вносить свой вклад в стабилизацию, в цену стабилизацию энергетических рынков, несмотря на все сложности. И мы сейчас продолжаем работу со многими корейскими партнерами, буквально захватывающими по своим технологическим сложностям проектами, и уверены, что они будут служить и нашим народам, и будут служить человечеству для того, чтобы сделать энергию более доступной и более афордовую, более доступной для домохозяйств во всем мире. Я хотел бы поблагодарить господина Ким Текапа за блестящую презентацию. Это очень сложный предмет, и это одна из лучших презентаций, которые я видел в последнее время. Она заставляет меня потратить этот уикенд, для того, чтобы еще раз, не один раз, прочитать эту презентацию и подумать о всем, о чем доложил блестящий докладчик. Я хотел бы предоставить слово российскому участнику нашего круглого стола, нашей рабочей сессии, господину Масальцову Александру Александровичу, торговому представителю Российской Федерации Республики Кореи. Я надеюсь, меня поддержит мой сопредседатель. Я хотел бы напомнить участникам дискуссии, что нам нужно придерживаться определенного регламента, и мы договаривались о том, что выступления должны быть в пределах 15 минут. Это естественно, что в первом выступлении у нас были определенные технические проблемы. Я бы просил всех докладчиков придерживаться регламента. Огромное спасибо за ваше внимание. господин Масальцов, де флор из Йорс. Большое спасибо, Сергей Отович. Уважаемые коллеги, друзья, да, я постараюсь вписаться в указанные 10-15 минут. Рад возможности принять участие в сегодняшнем семинаре специалистов рабочей группы экономика, торговля, ресурсы. Отрадно, что несмотря на коррективы, которые неизбежно вносят последствия пандемии, нарушение транспортного сообщения, нам все-таки удается проводить совместно запланированные мероприятия, продолжать встречи, продолжать усилия развития взаимодействия между деловыми кругами двух стран. В моем докладе будут представлены в большей степени практические примеры взаимодействия России и Республики Кореи, поскольку торговое представительство прежде всего нацелено как раз на работу на земле, как мы говорим, на практическую работу, на установление тех самых цепочек взаимодействия между российскими и корейскими компаниями. Республика Корея традиционно является одним из ключевых наших партнеров в АТР. По итогам 2021 года двусторонний товарооборот приблизился к рекордным 30 миллиардам долларов США. Очень надеялся, что в 2022 год мы этот рекорд побьем. Как говорится, поживем, увидим. Сфера информационно-коммуникационных технологий, передовых технологий в целом играла в процессе роста двустороннего торгово-экономического сотрудничества весьма значительную роль. Процессы эффективного сбора, обработки технологических, маркетинговых, логистических данных формировали основу эффективного взаимодействия, динамично развивался ряд перспективных проектов. Я приведу лишь несколько примеров. В ноябре 2021 года при поддержке торгового представительства был заключен меморандум о сотрудничестве в сфере технологий печати между российской компанией «Катюша» IT и южнокорейской компанией «Синдо». Документ был подписан в присутствии замминистра промышленности и торговли Василия Шпака, который находился в это время в Корее с рабочим визитом. Я участвовал как раз в ИКТ-форуме. В ходе встреч между российскими и корейскими бизнесменами обсуждались вопросы взаимодействия предприятий в сфере ИКТ, в том числе локализация производства оборудования 3D-печати в России. В январе текущего года при нашей активной поддержке между южнокорейской компанией «ИКомтек» и АО «Научно-производственная фирма «Радиосервис» был заключен экспортный контракт на поставку в Южную Корею российской разработки в сфере распознания местоположения трасс подземных коммуникаций маркера «Искателя» ПМ-3. Это важный проект выхода российского производителя высокотехнологичной продукции в сфере электробезопасности на рынок Республики Корея. И он вселял определенную надежду на продолжение двухстороннего сотрудничества в этой сфере, тем более, что местные потребители очень высоко оценивают качество российской продукции. Как известно, Республика Корея присоединилась к антироссийской сагнационной кампании, но, соответственно, в качестве ответной меры была внесена в список недружественных в нашей стране государств. И, конечно, это сразу же отразилось и на двустороннем товарообороте. Это подтверждают слова уважаемого профессора Кинты Капа, предыдущего докладчика. Но я хочу сказать, что со второй половины 2022 года фиксируется восстановление, определенное восстановление двустороннего интереса к сотрудничеству по широкому спектру направлений, и в том числе по темам технологического спектра. В этом контексте скажу несколько слов о том, по каким направлениям сейчас развивается взаимодействие в умянутых областях. Но прежде всего в Южной Корее продолжают работу Корейско-Российский инновационный центр и Корейско-Российский центр технологического сотрудничества, технопарка провинции Кеонгии. В их функционал входит продвижение проекта двусторонней технологической кооперации, поддержка малых и средних предприятий с венчурным капиталом и осуществление стратегических разработок в таких направлениях, как цифровое проектирование, моделирование, робототехника, анализ больших данных, технологии искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей. Практическим примером наших объединенных усилий является организация проведения ряда плановых мероприятий для представителей деловых кругов России и Республики Корея, в ходе которых мы честно обменивались мнениями по актуальным темам сотрудничества в сфере национальных технологиях. Многообещающие начинания имеются в области технологического обеспечения двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство одна из тех немногих отраслей, которая не попала под влияние санкций, где мы можем работать достаточно спокойно. В сентябре наше трактедство посетили руководители южно-корейской компании Naria Trends, которая занимается технологиями точного земледелия, разрабатывая современные методы его технического оснащения. Компания предлагает так называемые «умные фермы», то есть системы удаленного мониторинга, прогнозирования, управления, основанные на технологиях искусственного интеллекта, облачных сервисах для тепличных комплексов, животноводческих и птицеводческих ферм. Мы обсуждали возможные формы сотрудничества с представителями российской сельхозотрасли и вопрос трансфера южнокорейских технологий, проведения онлайн-встреч с профильными организациями. И южнокорейские партнеры выразили заинтересованность в установлении новых контактов с российской стороной, потому что определенный опыт был уже накоплен. И вот Сергей Иванович совершенно правильно говорит, этот опыт ни в коем случае нельзя терять. Достаточно сказать, что на полях Восточного экономического форума 2021 года, упомянута мной, компания южнокорейская подписала меморандум с Ростелекомом о сотрудничестве в области ЭКТ в сельском хозяйстве. И, кстати сказать, технологии «умных ферм» данной южнокорейской компании уже находят свое применение в Чувашской Республике и в Республике Башкортостан Российской Федерации. Другим примером взаимодействия с использованием ЭКТ для вывода на корейский рынок российских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, представляет сотрудничество торгового представительства с площадкой электронной коммерции EC-Plaza. Это один из самых быстрорастущих B2B-сайтов Республики Корея. EC-Plaza не только управляет B2B-сайтом и торговым консалтингом, но также предлагает услуги, связанные с внешней торговлей на основе экспортного мониторинга и продолжает проявлять заинтересованность в размещении продукции российских экспортеров, соответственно, при поддержке торгового представительства. Что же касается предложений, которые поступают от российских IT-компаний для потенциальных южнокорейских потребителей, то они в основном сосредоточены на следующих применениях. Это специализированные продукты, разработанные для получения комплексной информации о российском рынке, позволяющие решать задачи поиска торговых партнеров, каналов продаж, оценки конкурентной среды, анализа рыночных возможностей, разработки экспортных инновационных стратегий. Далее это услуги операторов маркетплейсов по организации поставок товаров, сертификации, нотификации, анализу ниш и критерий к созданию листингов и маркетинговой поддержки. Очень важным считаю предложение систем надежной информационной защиты конечных устройств от киберугроз на основе передовых аналитических данных. Кстати сказать, российская компания в Касперске, она активно работает, представительство в Сеуле существует. И мы встречались с представителем Касперского в Республике Корея. И надо сказать, что вот эта беседа вселила определенную надежду в меня, потому что темпы сотрудничества, они не только не ослабели по словам южнокорейского представителя, но и даже активизировались. Далее, одним из предложений российских партнеров является создание функциональных сервисов, программных продуктов, позволяющих автоматизировать учетно-экономические операции при управлении бизнесом. Решение по созданию платформы для разработок и интеграции 3D-контента, сайты электронной коммерции, технологии удаленной демонстрации продукции для промышленного сектора. Ну и последнее, пожалуй, это аппаратные продукты и программное обеспечение для автоматизации систем электроэнергетики. В целом, в сложившейся ситуации можно прогнозировать, что в условиях, когда крупные южнокорейские компании в обозримой, надеюсь, перспективе недолгой, будут все-таки оставаться под давлением, вынуждающих их в той или иной объеме ограничивать свое взаимодействие с российскими партнерами, ключевую роль в заполнении вакуума спроса предложения может сыграть как раз южнокорейский малый и средний бизнес. И мы фиксируем активизацию интереса именно со стороны компаний южнокорейских, деловая стратегия которых построена на более высоких значениях соотношений риска и прибыли, чем у глубоко интегрированных в западную финансовую систему конгломерат. Меняется конъюнктура, на место одних контрагентов приходят другие, формируются новые логистические, финансовые, административные рамки сотрудничества. При этом российско-корейская кооперация в высокотехнологичных отраслях обладает, на мой взгляд, значительным потенциалом, реализовать который возможно на счет сопряжения российских фундаментальных исследований с корейским опытом коммерциализации научных разработок. Со своей стороны торпедство предоставляет информационно-аналитическую поддержку участникам ВЭД с корейской и с российской стороны. Мы организуем встречи деловых кругов, B2B-переговоры, пособствуем продвижению товаров российского производства на южнокорейский рынок, но и в данное время, конечно, южнокорейский импорт тоже очень востребован в Российской Федерации. Осуществляем поиск контрагентов, партнеров. Как для импорта готовой продукции, комплектующих, необходимых для расширения производства в России, есть и такие обращения к нам. Оказываем содействие в участии в выставках, тендерах, семинарах, помощь в подборе партнеров для реализации совместных проектов. Как я уже говорил, торпедство помогает представителям российского бизнеса в размещении производимой им продукции на ведущих южнокорейских электронных marketplace. Сейчас это очень востребовано и очень действенно. Уделяем большое внимание продвижению российской продукции в рамках выставочных мероприятий на территории Аркани. Смотря на то, что последние два года это было осложено пандемией, ковидными ограничениями, а сейчас логистическими, тем не менее, вот эту практику мы считаем очень важной. Практику участия российских компаний в многочисленных профильных южнокорейских выставках. В целом делаем все возможное, чтобы увеличить число контактов с бизнесом через расширение каналов коммуникации, упрощение доступа к ним, что самое важное. Продолжая с оптимизмом смотреть будущее, хотел бы еще раз поблагодарить за возможность выступить на столь представительной площадке и пожелать всем участникам семинара дальнейшей плодотворной работы. Большое спасибо. Спасибо огромное, господин Масальцов, за ваше очень интересное, содержательное выступление и вклад в нашу сегодняшнюю дискуссию. Я понимаю, мой коллега, господин Хосин Чоль, представит корейского докладчика, я предоставляю ему для этого возможность. Да, спасибо большое, Сергей Иванович. Далее хотелось бы представить представителя КРБС Корейского российского делао-совета Пак Чун Хо. Текущее состояние инвестиций корейских компаний в России и инвестиционные стратегии в условиях санкций против России. Пожалуйста, регламент 15 минут, не более. Микрофон. Видимо, докладчик не включил микрофон. Да, спасибо. Уважаемые дамы и господа, коллеги, я рад приветствовать вас. Меня зовут Пак Чун Хо. Хорошо вы меня слышите. Сегодня, Сергей Иванович, я рад встрече с вами. Десять лет назад мы, по-моему, встречались с вами, когда мы прорабатывали проект по логистические проекты с корейскими компаниями. Тогда вы работали в Совморфлотсе. Я рад встретиться с вами. Также я рад поприветствовать Александра Александровича Масальцева. Мы с вами в Корее, но встречаемся в онлайн-режиме. Да. Но сегодня, конечно, сложная ситуация, ситуация для бизнеса. Поэтому я хотела бы поговорить и поговорить на тему, как решать эти проблемы. И я сейчас возглавляю Корейско-Российский деловой совет. 23 года я сам лично развиваю свой бизнес именно по российскому направлению. Я с господином Рахмановым вместе мы соприседательствуем в этом бизнесе в деловом совете. Я шесть раз был в России, несмотря на сложности. И в декабре планирую для подведения итогов своего бизнеса в России выехать опять-таки в Россию. После начала спецоперации на Украине нужно отметить, что корейский бизнес тихо, не привлекая внимания, продолжает свою работу. Несмотря на геополитическое обострение, вы понимаете, что бизнесмены – это люди, которые очень расчетливые, поэтому они не останавливают свою деятельность, а пытаются найти обходные, альтернативные пути для того, чтобы оставить свой бизнес на плаву. Понятное дело, что СВО – это один из тех факторов, который оказал влияние на структуру нашего бизнеса. Прежде всего, это ограничение возможности использовать американский доллар, поэтому постепенно мы все переходим на китайский юань. Я сам лично в своем бизнесе сейчас уже перехожу на… У меня увеличивается доля платежей и расчетов в российских рублях, а также в китайских юанях. Европа и Россия, там различные торговые конфликты, затем санкции. Но это, знаете, для нас, для тех стран, которые находятся в дружественных отношениях, улучшается, допустим, взаимоотношение в торговой сфере. Здесь можно привести, наверное, пример Турции. Вот здесь на слайде вы можете увидеть. Дальше – дружественные страны, к ним можно еще отнести Индию, Казахстан. Что касается Казахстана, это вообще очень интересный, наверное, феномен. У нас с Казахстаном и Кореей очень резко возрастают торговые взаимоотношения. А затем мы понимаем, что через Казахстан производится параллельный импорт в России. То есть российские компании покупают из Казахстана корейскую продукцию и продают на рынках в ритейле. Затем мы видим также Китай. Вот я уже говорил про Турцию. Затем Австралия. Я тоже вижу, что увеличиваются объемы торговли с Российской Федерацией. Я из этого хочу сделать какой вывод. Конечно, есть влияние санкций, но мы видим, что цепочки поставок, глобальных цепочек, они просто трансформируются, переформатируются, переходят из одной части планеты в другую часть планеты. Сегодня санкции коллективного Запада, они ужесточаются, они оказывают сильное санкционное давление. Но давайте посмотрим, все-таки на что сделан акцент этих санкций. Здесь, наверное, мы видим санкции на энергоносители, санкции на финансовый сектор. Но, наверное, еще внимание уделяется на санкции в сфере высоких технологий. Это и полупроводники, это и передовые технологии, чтобы не допустить попадания таких передовых технологий на российский рынок. Комплектующие детали для автомобилей, затем электромобили, машиностроение – это те позиции, которые импортируются России из различных других стран. США ставят такие сильные препоны сегодня для того, чтобы не допустить попадания этой продукции. Поэтому Россия сталкивается с определенными трудностями. Но в то же время корейские компании, например, Samsung, LG, Hyundai Motors, они работают именно в этих сферах. Это и автопром, и это полупроводники. Конечно, они сталкиваются с определенными трудностями. Но Samsung, LG, я не буду говорить как, но находят обходные пути поставки этих комплектующих. Киа, например, также возобновила даже производство в связи с возобновлением поставок. То есть ни один бизнес не хочет останавливать свою работу. Например, компания Heon Song, она получила даже заказы на массовые продажи банкоматов, продуктов питания и так далее. То есть вы видите, что если европейские компании, американские, они уходят с рынка российского, то корейские компании традиционно пытаются вместе с россиянами преодолеть эти трудности и сохранить свой бизнес в России. Например, сегодня санкционный список SDN представлен американскими соответствующими структурами и включают именно те высокотехнологичные отрасли. И, кстати, мы можем видеть также в списке SDN и персональные санкции. Например, РАН также вошел в этот список. Затем мы видим, включая Яндекс, крупные оборонно-технологические корпорации, компании вошли в этот список. Крупнейшие в России компании по разработке полупроводников, они также вошли в этот список SDN. Кроме того, мы видим, что из-за этих санкций многие высокотехнологичные компании западные уходят из российского рынка. И, конечно, технологический сектор сегодня находится в трудном положении в России. И мы понимаем, что Kia, Samsung, они в связи с этим терпят определенные трудности, но в то же время корейские компании, несмотря на трудности, будут изыскивать различные возможности для преодоления этих трудностей. Вы понимаете, что я сейчас не могу говорить и озвучивать все эти моменты. И здесь необходимо отметить, что Россия не сидит сложа руки. Сегодня в России разработана стратегия развития высокотехнологичных отраслей. То есть Россия сегодня уделяет огромное внимание обеспечению технологического суверенитета. Это Армения, Казахстан, Турция. То есть это рынки, которые позволяют находить обходные пути для обеспечения необходимыми передовыми технологиями саму Россию. Кроме того, мы видим, что Россия сегодня активно проводит политику импортозамещения. В прошлом году Корейско-Российский деловой совет проводил форум ИКТ. И я помню, тогда приезжал сам руководитель этого министерства ИКТ из России. Встречался с различными корейскими компаниями и пытался наладить контакты. И мы знаем также, что на сегодняшний день в рамках национально-технологической инициативы проводятся различные проекты на уровне государства при государственной поддержке. То есть мы сегодня понимаем, что сегодня в России идет концентрация усилий на создание инфраструктуры для развития высокотехнологичных отраслей. И далее хотелось бы отметить, что сегодня в условиях довольно сложных условиях у нас продолжается сотрудничество. Например, Росатом подписал соглашение, договор с Корейской корпорацией по гидро- и атомной энергетике для участия Кореи в строительстве турбинных островов. Это порядка трех триллионов вон контракт. Это довольно большой для строительства таких островов на АЭС и Элдааба. Это в Египте. Кроме того, необходимо отметить, что сегодня в рамках стимулирования поощрения работы программистов в сфере программного обеспечения очень много дополнительно набирают сотрудников Samsung Electronics. Я видел по последним данным, еще где-то 200 человек набрали персонала. Это мы видим, что они не собираются уходить с рынка, а сохранить и даже расширять свое сотрудничество. Но здесь необходимо отметить, что, например, японские компании, там еще другие американские компании в сфере полупроводников, они сегодня перестали работать. Но мы знаем, что Россия продолжает поставлять специальные газы, необходимые инертные газы для производства полупроводников в Россию. То есть это еще раз подтверждает нашу лояльность в отношении российского бизнеса. Давайте тогда посмотрим, какие перед нами открываются возможности, какие мы можем рассмотреть направления развития нашего сотрудничества в условиях вот таких вот складывающихся новых условиях. Я считаю, что это техническое, технологическое сотрудничество, оно должно продолжаться, несмотря на то, что оно сегодня не может так интенсивными темпами происходить. Почему? Потому что, во-первых, это востребовано и для Кореи, и для России. Россия на сегодняшний день, она заинтересована в сотрудничестве с Кореей. Допустим, это также Корея заинтересована в России. Это, например, необходимые материалы, необходимые компоненты для производства полупроводников, например, в автопроме. Это и также в России интересны наши наработки в сфере ИКТ, высоких технологий. И, понятное дело, для того, чтобы Россия представлена в таких высоких технологиях, как авиакосмос, как, допустим, это биотехнологии и так далее. Поэтому, чтобы выйти на этот рынок, Корея понимает, на мировой рынок Корея понимает, что без России сложно будет это сделать. И также мы знаем, что высокий уровень программного обеспечения, алгоритмических технологий, химического производства, новых материалов, материаловедения, это очень интересное направление. И здесь Россия обладает высоким уровнем фундаментальных, базовых технологий. Поэтому не только Самсунг, но и предприятия малого-среднего бизнеса заинтересованы работать с российским бизнесом и в сфере беспилотной мобильности, как, например, городская воздушная мобильность, затем электромобильность и так далее. Водородные технологии также интересны для нас. И вот, например, в тех инертных газах, а также я считаю, что у нас предполагается хороший симбиоз такого торгового взаимодействия. И у нас много различных факторов, которые препятствуют развитию нашего сотрудничества. И поэтому я считаю, что, наверное, нам нужно подойти, найти новые подходы к созданию сети партнерства, а также новых цепочек поставок, новых цепочек создания стоимости. Мы видим, что, например, сегодня происходит фрагментация выхода российских ИТ-компаний. Они выходят на Ближний Восток, в Казахстан. То есть для того, чтобы уйти от этого санкционного давления. И я думаю, что корейскому бизнесу нужно держать руку на пользе и определять вот эти маршруты для того, чтобы мы смогли продолжить наше технологическое сотрудничество за пределами России, но с российскими компаниями. Это Дубай, Турция, Китай, затем Армения. То есть это те страны, Вьетнам, это те страны, которые относятся к списку дружественных государств. И вот с этими странами активно развивается торговое, технологическое сотрудничество России. И я думаю, что присутствие корейского бизнеса здесь будет весьма полезным для всех сторон, участников этого проекта. Сегодня я, слушая доклады, видел, был очень поучительно, многое узнал. Кроме того, я думаю, что можно активно привлекать и рассматривать довольно активно привлечение специалистов в области ИКТ высоких технологий в Корею для продолжения нашего бизнеса в Дубае, Сингапур, в Калифорнии, создавать совместные предприятия с российскими компаниями. То есть мы сможем найти такие новые опорные точки для развития нашего бизнеса, чтобы выйти за пределы зоны санкционного давления. Мне дали 15 минут, и я постарался уложиться в регламент. Спасибо за внимание. Спасибо большое, господин Пак Чонг Хо. Учитывая сегодняшнюю кризисную ситуацию, мы понимаем, что мы должны будем готовиться к тому, что когда-то вся эта ситуация нормализуется, и мы должны будем готовы к раскрытию нашего технологического потенциала, торгового потенциала. Итак, Сергей Отович, я передаю вам микрофон. Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить господину Пак Чонг Хо за блестящее выступление. Я согласен с моим коллегой. Мотивом этого выступления была жизнь, продолжается, и мы должны думать о новых возможностях, проявляя мудрость, терпение, думая о наших интересах, глядя в будущее. Я хотел бы с большим удовольствием предоставить слово российским участникам семинара Белозерову Сергею Анатольевичу, профессору Санкт-Петербургского государственного университета и Соколовской Елене Васильевне, доценту старшего научного сотрудника лаборатории азиатских экономических исследований Санкт-Петербургского университета для доклада. И единственное, я должен сделать замечание, что мы приближаемся ко времени ланча в Москве и к времени ужина в Сеуле, поэтому я просил бы докладчиков выдерживаться рекламента и дать возможность провести нам и пленарную сессию обсуждения прозвучавших докладов. Пожалуйста, Сергей Александрович и Елена Васильевна. Уважаемый Сергей Иванович, спасибо большое за предоставленное слово. Я хочу сказать о том, что недавно мне и Елене Васильевне удалось посетить Южную Корею и приятно видеть среди участников семинара наших корейских коллег. Надеюсь, что им также приятно нас видеть. Нам удалось проговорить с ними определенное направление сотрудничества. Николай Михайлович в своем выступлении не один раз говорил о блокчейн-технологиях. Именно им посвящен и наш доклад. Доклад на тему «Потенциальное направление сотрудничества России и Республики Республика Корея при реализации технологий блокчейн» представит ведущий научный сотрудник лаборатории азиатских исследований, доцент кафедры управления рисками и страхования СПБГУ Соколовская Елена Васильевна. Презентацию, надеюсь, вы видите. Спасибо, Сергей Анатольевич. Уважаемый Сергей Оттович, уважаемые коллеги. Хотелось бы представить результаты исследований лаборатории азиатских экономических исследований Санкт-Петербургского государственного университета, которые были сформированы по результатам анализа готовности к цифровым трансформациям России и Республики Кореи и позволили выявить перспективное направление сотрудничества в сфере блокчейн между двумя странами. Блокчейн представляет собой прорывную технологию, сквозную технологию, которая может коренным образом трансформировать, изменить идентичность отдельных отраслей и секторов экономики. Изучение правительством стран различных возможностей применения технологии блокчейн в отраслях подразумевает, во-первых, четкую идентификацию их ценностей, а во-вторых, идентификацию конкретных потребностей страны или региона. Максимальное преимущество зачастую возникает в результате широкого внедрения технологий, в результате широкой трансформации системы, но и самые большие проблемы также появляются при расширении этого процесса. При интеграции технологий блокчейн в отдельные отрасли экономики важно, чтобы две системы, старая и новая, работали параллельно в течение некоторого времени, чтобы минимизировать негативные издержки переходов. Блокчейн как технология в состоянии поддерживать международное сотрудничество и техническую помощь, создавая безопасную платформу для обмена данными и обеспечивая тем самым доверие между сторонами. Блокчейн сейчас выходит далеко за рамки криптовалюты токенов, и полезность этой технологии в качестве более широкого экономического и административного инструмента заслуживает дальнейшего изучения. В результатах нашего исследования мы рассмотрели примеры потенциала блокчейна для преобразования ряда отраслей и технологических процессов, которые имеют, на наш взгляд, на сегодняшний день наибольшее значение и наибольший потенциал внедрения на практики между Россией и Республикой Корея. Первое – это комплексная проверка в цепочках поставок, изучение новостей, изучение доступной статистики, а также то, о чем упоминал Александр Александрович в своем выступлении сегодня, позволяет все-таки предположить, что объемы взаимной торговли между Российской Федерацией и Республикой Кореей не пострадают столь сильно, столь значимо, как в случае с другими странами. И поэтому трансформация цепочек поставок с помощью блокчейна имеет достаточно большие перспективы. Речь идет о том, что блокчейн позволяет нескольким сторонам получать доступ к одной и той же базе данных для того, чтобы отслеживать, записывать и проводить аудит товаров по мере их продвижения по цепочке поставок. Это может способствовать росту прозрачности. Речь идет о том, что более прозрачная цепочка поставок поможет компаниям и потребителям выявлять риск неблагоприятных последствий, например, финансовые преступления, и на этой основе определять направление предотвращения или смягчения таких рисков. Кроме того, использование блокчейн позволит для токенизации данных, потенциально может обеспечить софинансирование, безопасное софинансирование данных операций контрагентов. И, наконец, технология блокчейн в состоянии привести к активизации неформальных игроков рынка, прежде всего малых и средних предприятий, самозанятых, и включение их в формальную цепочку поставок, помогая преодолевать барьеры, связанные с движением денежных средств, в помощь, например, самоисполняющихся смарт-контрактов на блокчейне. Потенциальные риски в этом секторе связаны, прежде всего, со сложным контролем качества данных. Здесь речь идет о широко известной проблеме GIGL, garbage in, garbage out, то есть мусор на входе, мусор на выходе. Это принцип информатики, который означает, что при неверных входящих данных будут получены неверные исходящие результаты, даже если сам по себе алгоритм является правильным. Кроме того, здесь речь идет также в качестве рисков о достаточно высоких первоначальных затратах и высоких барьерах входа. Чтобы связать физический мир с цифровым, заинтересованные стороны цепочки поставок должны инвестировать в технологии, а также облегчать доступ к технологиям и поощрять их использование. И, наконец, некоторые риски связаны с сегментированностью. Несмотря на то, что технологии распределенного реестра создавались для очень похожих целей, существует множество инициатив, множество приложений, множество проектов на блокчейне, которые работают на разных платформах, которые по-разному идентифицируют и собирают информацию с разными структурами управления. Следующая сфера, которую мы включили как наиболее потенциальную для реализации достижений блокчейна, это здравоохранение. Не секрет, что в Республику Кореи очень большое количество российских пациентов, российских граждан ездит для получения медицинских услуг, начиная от лечения детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и заканчивая услугами пластических хирургов. Здесь блокчейн можно использовать для создания более надежных систем, данных об управлении информацией о здоровье пациентов. То есть вместо информации, которая хранится в разных системах, пациенты и поставщики медицинских услуг могут самостоятельно выбирать, с кем эта информация делится и какой именно информацией можно поделиться. Основные преимущества здесь вытекают из данного определения и заключаются в непрерывности медицинского обслуживания. Прежде всего речь идет о непрерывном обмене информации между заинтересованными сторонами, а также экономическая эффективность, поскольку это повысит способность организации здравоохранения оказывать эффективную помощь и сократить число прежде всего технических ошибок, которые в лучшем случае неэффективны, в худшем случае опасны жизни и здоровья пациента. Основной риск здесь связан с раскрытием персональной информации. Несмотря на то, что решения блокчейн в сфере здравоохранения способны ограничивать доступ только демографической информации общего характера, вполне возможно, что некая комбинация варианта демографических данных и географического местоположения пациента поможет раскрыть некую конфиденциальную информацию. Следующее направление потенциального сотрудничества, связанное с внедрением технологии блокчейн, это онлайн-платформы. Здесь речь идет прежде всего о реализации кросс-технических решений и наращивании экосистемного сотрудничества. Бизнесу на сегодняшний день нужны конкретные продукты и решения, которые реализуются на онлайн-платформах, а не блокчейн как технология, как нечто самостоятельное. Для компании актуальны финансовые продукты и решения, в которых блокчейн может не играть доминирующую роль, но пересекаться с другими сквозными технологиями, большими данными, интернетом вещей, искусственным интеллектом. Необходимо обеспечить высокую пропускную способность, масштабируемость и интеграцию технологий с уже существующими системами. При наращивании экосистемного сотрудничества и стремлении к отраслевой кооперации речь идет о расширении международной кооперации между организациями, которые работают на онлайн-платформах, используя технологию блокчейн. Путем создания отраслевых объединений, консорциумов, ассоциаций, площадок обмена опытом и лучшими практиками. Консорциум предполагает наличие блокчейн-экосистемы для прозрачного взаимодействия нескольких компаний из разных стран, с сохранением конфиденциальности данных каждой из этих компаний. Если при внедрении искусственного интеллекта, например, в целом достаточно взять накопившиеся данные и работать с ними, то с блокчейном сложнее. Блокчейн – это не только технология, но это также и сопутствующие процессы, которые нужно оцифровать, которые нужно подготовить. Кроме того, он включает и необходимость учета работы большого числа контраген. И последнее направление, которое мы включили как в наш анализ наиболее важных направлений сотрудничества – это энергетика. Речь идет прежде всего о развитии зеленой энергетики. Возможно, на данном этапе это не самое быстро практически реализуемое решение, но тем не менее нам оно показалось интересным. Блокчейн в состоянии обеспечить децентрализованные рынки электроэнергии, позволяя физическим и юридическим лицам сбалансировать спрос и предложения и торговать электроэнергией, минуя центральную организацию. Основное преимущество – это содействие развитию зеленой энергетики. То есть блокчейн может снизить сложность управления системами с большим количеством небольших возобновляемых и распределенных энергоресурсов. Основная проблема здесь связана с обеспечением масштабируемости и других технических характеристик, в том числе потребления энергии. В нынешнем виде большинство типов блокчейнов. Блокчейны имеют трудности с масштабированием, например, из-за объемов данных и скорости транзакций. Также, чтобы достичь эффекта масштаба в энергетических приложениях, блокчейн-технологии должны будут разработать менее энергоемкие приложения. Для того, чтобы минимизировать указанные потенциальные риски, мы выделили следующее направление сотрудничества России и Республики Корея в сфере блокчейна. Первое касается стимулирования поддержки технологических инноваций в сфере блокчейна в рамках многостороннего сотрудничества. Здесь речь идет прежде всего о сотрудничестве государственного, частного сектора, академических институтов. Второе направление связано с наращиванием человеческого потенциала, поддерживая обучение заинтересованных сторон навыкам, которые необходимы для понимания работы с блокчейн. И в том числе это важно будет для поддержки тех людей, которые потеряли работу вследствие цифровизации деятельности. Третье направление связано с обеспечением благоприятной институциональной среды для технологических инноваций. Оно включает в себя развитие институционального потенциала и механизмов для изучения потенциальных приложений блокчейн в отраслях, а также сотрудничество в сфере взаимодействия регуляторов для того, чтобы привести существующие разработки в соответствии с нормативными требованиями и стандартами. Речь идет прежде всего о межгосударственном сотрудничестве регуляторов, это Центральный банк России и комиссия по финансовым услугам Республики Корея по вопросам стимулирования развития корпоративных блокчейн-систем, а также взаимодействия с самими регуляторами. И последнее практическое направление касается сотрудничества с целью популяризации преимуществ конкретных проектов, а также передачи опыта и лучших практик. Данное направление предполагает сотрудничество для более широкого освещения корпорациям в своих достижениях в области технологий блокчейн, в том числе для того, чтобы популяризовать и увеличить аудиторию своих продуктов. Например, в июле 2019 года корейский Пусан стал регионом, свободным от регулирования блокчейн-технологий. Направление использования, которое включают в том числе и финансы, а проекты ведутся компаниями, начиная от банков и заканчивая финтек-стартапами. Представляется перспективным использование такого опыта, опыта этой системы в сфере дерегулирования блокчейн-технологий в рамках отдельного региона в Голос-Санкт-Петербурге. Применительно к блокчейн-платформе TradeLens, которая сейчас у нас используется в большом порту для отслеживания перевоза грузов, обмена таможенной и финансовой информацией. В завершение хотелось бы поблагодарить организаторов за возможность принять участие в семинаре, поделиться результатами своих исследований и узнать мнение, результаты корейских коллег по данной тематике. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное за Ваше интересное выступление и вклад в нашу сегодняшнюю дискуссию. Я это говорю Сергею Анатольевичу и Елене Васильевне. Если мой коллега Кова-модератор позволит мне объявить, что мы переходим к нашей панельной дискуссии, и в нашей панельной дискуссии предусмотрено 4 выступления, и я рассчитываю на то, что мой коллега с пониманием отнесется к моему предложению по оптимизации панельной дискуссии в том смысле, что я сделаю только одно представление двух российских и ее участников. Это Андрей Владимирович Повш, кандидат исторических наук и доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского университета, и Михаил Михайлович Комаров, профессор высшей школы экономики. Я вынужден сделать это одним интродакшн по логистическим проблемам. У меня сегодня намечен ланч с его превосходительственным послом Республики Корея в Москве, и мне через 10 минут нужно начинать движение, чтобы не нарушить дипломатический протокол. И я доверяю полностью своему сопредседателю представить уже наших коллег российских выступающих в соответствии с нашей программой. И я хочу также получить ваше одобрение, что на встрече с его превосходительственным послом Республики Корея в Москве я ему скажу, что мы сегодня занимались очень полезным делом. Мы вели хорошую, плодопорную дискуссию. И лейтмотив этой дискуссии был задан нашими председателями, сопредседателями и моим коллегой, модератором сегодняшней секции. И суть этого лозунга заключается, что, живя в сложные времена, больших вызовов и беспрецедентных сложностей, мы продолжаем сохранять прекрасные мосты, созданные двумя поколениями предпринимателей России и Республики Кореи. Мы будем проявлять терпение, мудрость и взвешенность, продолжая нашу работу, сохраняя нашу ответственность как перед нынешним поколением, так и перед будущими поколениями наших граждан. Я надеюсь, я правильно суммировал лейтмотив сегодняшних напутствий наших уважаемых председателей и моего уважаемого коллеги-модератора. Я предоставляю слово Андрею Владимировичу Оковш, кандидату исторических донб, доцентра кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Спасибо. Игорь Владимирович, спасибо. Хотел бы поблагодарить диалог Республика Россия и Республика Корея, во-первых, за возможность принять участие в нашем семинаре, выразить свою благодарность также господину Киму за его великолепную презентацию по глобальным цепочкам стоимости, которые, вне всякого сомнения, имеют огромное значение для мировой экономики и в дальнейшем их роль все-таки, на мой взгляд, будет возрастать. Принимая во внимание наш сжатый регламент, я сразу, если позволите, перейду к вопросам. У меня их два. Господин Ким, вот вы отметили положительное сальдо торгового баланса и огромный профицит Российской Федерации в 2002 году, в 2022 году. Вот на ваш взгляд, как повлияет потолок цен на нефть, на эту ситуацию, на российскую нефть? То есть увидим ли мы резкое падение профицита, либо этот потолок уже заложен в текущую информацию, скажем так, рыночную, за счет сделок с дисконтом с Индией и Китаем? Как, на ваш взгляд, будет развиваться в этом направлении собственно, будущее? И вы отметили, что резко возрос импорт угля. Это связано с изменениями в энергетической политике Республики Корея с приходом новой президентской администрации, либо, на ваш взгляд, с другими какими-то факторами, о которых мы, может быть, не совсем отсведомлены. Презентация господина Пака также показалась мне крайне интересной. Благодарю вас, господин Пак, за актуальнейшую информацию по российско-корейскому сотрудничеству. И у меня к вам также два вопроса, если позволите. Вы сказали о том, что Samsung и LG пока работают даже, скажем так, в существующих рамках. Однако, я думаю, вы с этим согласитесь, складские запасы и Samsung, и LG в принципе уже исчерпываются. И несмотря на то, что вы отметили, что Samsung активно набирает, скажем так, новых людей, мне хотелось бы узнать ваше мнение по перспективам работы Samsung и LG на российском рынке. И момент второй. Вы упоминали о водородной энергетике и о планах развития водородной энергетики в Республике Корея. Насколько мне известно, Российская Федерация тоже имела виды на участие в данных проектах. Как обстоят дела в данный момент с сектором водородной энергетики и участием Российской Федерации в корейских проектах по реализации, скажем так, водородных проектов. Спасибо большое. Еще раз хочу выразить большую благодарность нашим докладчикам за прекрасные презентации. Учитывая то, что у нас не так времени, может быть, мы сначала заслушаем все-таки всех дискуссантов, а потом всем докладчикам предоставим время для ответа. Я думаю, что мы будем задерживаться где-то на 10 минут. Но, Сергей Оттович, у вас сегодня очень такая, получается, важная встреча, поэтому что вы можете, как вам нужно будет вставать, выходить по логистике, вы, пожалуйста, можете собираться, а мы дальше продолжим нашу дискуссию. Спасибо. Понимание, я с большим комфортом доверяю вам завершить сегодняшнюю рабочую сессию. У вас всегда это получается много лучше, чем у меня. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Оттович, за ваше внимание и участие. Далее слово предоставляется в нашем втором дискуссанту, господину Сон Фан Гюнгу, профессору городского университета Сеула. Добрый день. Я сегодня хотел бы поговорить о вопросах ССТ, соглашения о свободной зоне и о зоне свободной торговли. Когда мы говорим о трудностях в двустороннем взаимодействии, мы понимаем, что это чисто вопрос времени. Почему? Потому что время пройдет, трудности пройдут, и, соответственно, нам необходимо готовиться к будущему. Поэтому я считаю, что необходимо продолжать работу в направлении заключения соглашения о свободной торговле, о создании вот такой зоны между Кореей и Россией, поскольку нам необходимо соглашение об инвестициях и услугах. Сегодня многие говорили о дистрибуции, а также о розничной торговле и о цепочках поставок, о цепочках создания стоимости. Я думаю, что это напрямую связано с зоной свободной торговли. Я в основном работаю и изучаю вопросы экономического эффекта при заключении соглашения о свободной торговле с той или иной страной. И я думаю, что я просмотрел практически все соглашения о свободной торговле, которые были заключены Кореей с различными государствами. И я вижу, очень много различных существует моделей. И мы понимаем, что на сегодняшний день между Кореей и Россией вот у нас в сфере инвестиций и услуги существует определенный фактор сдерживания. Но если будет заключено такое соглашение, то, соответственно, мы получим очень интересные прорывные эффекты. В основном торговля между нашими странами представлена готовой продукцией или все-таки товарными такими позициями. Здесь не присутствуют услуги. Но Корея может предоставлять в другие страны и довольно широкий спектр услуг. И здесь мы видим, что при заключении соглашения о свободной торговле увеличивается предоставляемых вот таких перечень услуг, связанных с теми смежными отраслями, в которых представлены наши страны. И я думаю, что Россия, получая такие дополнительные эффекты от ССТ, будет довольно так интересным планом развивать и увеличивать, наращивать темпы сотрудничества между нашими странами. И поэтому я призываю российскую сторону продолжить работу над заключением ССТ в плане инвестиций и услуг. Далее слово хотелось бы предоставить Михаилу Михайловичу Комарову, пожалуйста, профессору Департамента бизнеса и информатики Высшей школы бизнеса. Вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо, Сергей Оттович, профессор Хосвенчхоль. Спасибо большое за модерацию блестящей сессии. И спасибо большое докладчикам за очень интересные презентации. Я первый раз принимаю участие в подобном мероприятии, хотя несколько раз был и в Республике Кореи, и, соответственно, принимал участие в ряде научных проектов с партнерами. Но я хотел бы немножко, может быть, остановиться и прокомментировать сегодняшнее выступление. Во-первых, конечно, я хотел бы благодарить Александра Александровича за блестящее позиционирование российского бизнеса и возможностей, которые, в принципе, реализуются и могут быть реализованы в Республике Кореи. Потому что докладчики сегодня отмечали, что, может быть, экономика России носит сырьевой характер. Тем не менее, мне кажется, речь идет не о характере экономики, а о сотрудничестве и реализации проектов в различных сферах. И, собственно, поэтому фокус на реализации, в том числе, российских проектов, технологического плана совместно с Республикой Кореи, на мой взгляд, как раз-таки должны быть идентифицированы. Потому что только мы с вами, собственно, представители бизнеса, способны изменить ту ситуацию, которая складывается на сегодняшний день. Второй момент, который я хотел отметить, мне очень понравился доклад господина Пака на тему, собственно, действительно текущей ситуации с корейскими компаниями, их работе на российском рынке. Но я хотел бы выразить обеспокоенность, на самом деле, последними заявлениями и концернах Hyundai KIA, касаясь даже того, что в прошлом году действительно этот автомобильный гигант был одним из лидеров российского рынка. И говоря о логистических проблемах, мы с вами, безусловно, понимаем, что есть проблемы в цепочках поставок, но, тем не менее, мы с вами понимаем, что любую проблему можно решить при наличии, собственно, воли. И эта воля как раз-таки сегодняшний день есть, и именно поэтому компании продолжают свою работу, так или иначе, вопреки, так сказать, определенной ситуации. Я хотел бы отметить, что, конечно, бизнес принимает решения на основе цифр. И это очень важно, потому что, ну, собственно, задача бизнеса зарабатывать, да, собственно, платить налоги в бюджеты стран. Именно поэтому хотелось бы, чтобы так, наверное, дальше и было. И если мы говорим про то, что возникают сложности двухстороннего сотрудничества, вероятно, как уже сегодня также было отмечено и, собственно, коллегами-докладчиками, и в начале сегодняшней сессии, что если есть проблемы двухстороннего сотрудничества, то, безусловно, можно привлекать еще партнеров к реализации совместных проектов. И я уверен, что такие партнеры есть, они сегодня также были озвучены. Мне кажется, что, на самом деле, очень важно не потерять взаимного интереса, в том числе у молодого поколения. Вот Сергей Отович сегодня уже отметил, да, что очень важно сохранить те достижения, которые были, так сказать, да, реализованы несколькими поколениями бизнесов, собственно, да, обоих стран, и мне кажется, что не хватает идентификации сотрудничества, в том числе между университетами. У нас сегодняшняя тема – это блокчейн-технологии, которые позволяют сотрудничать между странами. Вероятно, что можно было бы рассмотреть, да, в том числе, может быть, какие-то студенческие конкурсы, соревнования, призванные к стимулированию экономического сотрудничества между странами с использованием данных, так сказать, развивающихся технологий, да, технологий распределенных реестров. С другой стороны, я хотел бы отметить, что в целом развитие, да, так сказать, двухстороннего сотрудничества и торговли между Россией и Республикой Кореей безусловно должно двигаться, еще раз отмечу, не по сырьевому пути, а по пути внедрения и совместной интеграции лучших разработок российских и торейских ученых. И я отдельно отмечу, что у нас блестящие разработки в области 3D-печати, у нас прекрасные системы управления в области энергетики автономных источников питания, у нас, безусловно, замечательные есть разработки в области программного обеспечения алгоритмов искусственного интеллекта. Одна из российских компаний является лидером в области искусственного интеллекта и беспилотного управления сельхозтехникой не только в России, но и в мире. И на самом деле, мне кажется, что было бы полезно и правильно стимулировать компании как раз-таки к совместным проектам. То есть мы с вами говорили про то, что есть понятие торговли, собственно, готовой продукции в странах, но вероятнее, может быть, сегодня, в сегодняшних условиях было бы так же правильным стимулировать и совместные проекты, потому что принцип бизнеса win-win, то есть, собственно, правильности для одной и другой страны никто не отрицал, и вероятно, что как раз-таки совместные решения, которые могут быть интегрированы, собственно, на азиатском пространстве, на пространстве партнеров обоих, обеих стран, как раз-таки позволят в том числе увеличить и профицит торговой в том числе. Ну вот, наверное, спасибо вам большое. Это мое такое краткое, может быть, не очень краткое, прошу прощения, выступление. Я еще раз хотел бы поблагодарить и организаторов, модераторов, и докладчиков за сегодняшнюю сессию и призвать, на самом деле, к идентификации совместных проектов, как в области научных исследований, как в области сотрудничества между молодыми поколениями, собственно, да, наших граждан, это, собственно, проекты университетского уровня, так и в рамках совместных инвестиционных проектов между компаниями. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Михаил Михайлович. А далее слово предоставляется заместителю руководителя отдела международного сотрудничества КИТа Ким Дон Угу. Добрый день, меня зовут Ким Дон Угу, я представляю КИТа. Для меня сегодня это первый опыт участия в работе ДРРК, но моя работа непосредственно связана с российским направлением, поэтому сегодня весьма была поучительная для меня такая встреча. Сегодня я хотел бы фокусировать свое внимание на цепочках создания стоимости, и цепочках поставок. И нужно отметить, что корейская сторона фокусировалась именно на этих цепочках, а российская сторона фокусировала внимание на использовании технологий блокчейна в развитии двустороннего сотрудничества. На сегодняшний день у нас, если мы говорим, оценивать сегодняшнюю ситуацию с точки зрения экономической безопасности, конечно, компаниям, предпринимателям приходится рассматривать, каким образом хеджировать эти геополитические риски, эти оборонные риски и экономические риски. И понятное дело, что после пандемии нарушены, разорваны цепочки поставок, плюс на фоне обострения геополитических конфликтов также имеются различные ограничения, как финансовые деятельности, также и логистические ограничения. Сегодня, я так понимаю, что наши страны могут найти свой потенциал, раскрыть смогут в будущем это в плане технологического взаимодействия. При этом можно найти мягкие темы. Мягкие темы — это, допустим, изменение климата, это зеленая повестка. Кроме того, я думаю, что арктические или, как говорят, полярные исследования — это также уход от той политической напряженности, от тем, которые имеют политическую окраску. И я думаю, что эти темы позволят нам расширить наш спектр взаимодействия, и можно будет продолжить наше стремление и наш перевод в практическую плоскость. Спасибо большое, господин Ким Ту-Мух. Учитывая то, что прозвучало по два вопроса нашим докладчикам, поэтому, пожалуйста, я передаю слово господину Ким Ту-Муху. Буквально две минуты. Господин Ковш Андрей Владимирович озвучил сегодня в мой адрес два вопроса. Учитывая то, что я не человек, не принимающий решение, но в любом случае хотел бы попытаться с точки зрения эксперта ответить на первый вопрос, как повлияет потолок цен на торговый баланс. Учитывая то, что если проанализировать данные, я исходил из данных объективных, которые дают международные организации, то если проанализировать, например, наш импорт Кореи из России за последние 10 месяцев, то мы отмечаем, что довольно интересную положительную динамику и при этом мы говорим о том, что высокие цены на энергоносети отразились на том, что несмотря на то, что объемы импорта сокрытились, но в суммарном выражении, в денежном выражении мы получили, наоборот, увеличение. Допустим, если будет введен потолок цен, то тогда я думаю, что это будет чуть заниженный, то есть дискаунт будет находиться на уровне минус 30% от реально рыночной цены на энергоноситель. Конечно, в зависимости от этого может быть и изменение в торговом балансе, где-то, наверное, все-таки просядет этот профицит. Но в то же время, если говорить, вот это мой первый ответ на первый вопрос, что касается угля, то я не думаю, что это какие-то нововведения с приходом новой администрации, это все-таки связано с удорожанием нефти, и поэтому мы вынуждены были увеличить импорт угля. Второе, и это, наверное, чисто какие-то психологические воздействия, то, что у нас сейчас наблюдается переход не к новой возобновляемой энергетике, а все-таки возврат к... и повышается будет доля повышенной атомной энергетики, и, может быть, на этом фоне компании постарались увеличить ввоз угля. И, господин Пак, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое за ваши вопросы по поводу, каким образом останется на плаву Samsung, LG и другие корейские компании. Это очень, конечно, такой деликатный вопрос. Когда я, например, в сентябре был в Москве, я посмотрел, что у них складские запасы, они спустились до нуля, они практически остановили свое производство, и коммерсант, например, писал, что, возможно, LG переведет свои производственные базы там в Казахстан или в Узбекистан. Но я, конечно, я вижу, что все-таки я лично не знаю, поскольку я не являюсь руководителем, руководством этих компаний, возможно, они будут принимать решения. И, скорее всего, в декабре будет планироваться бизнес на следующий год, и, возможно, они будут учитывать те или иные, наверное, показатели. И все-таки постараются оставить свой след, бизнес-след, наверное, на российском рынке. Что касается водородной энергетики, да, мы знаем, что торговое представительство принимало участие на форуме по водородной энергетике. Мы разговаривали о совместном участии в создании водородного хаба на Сахалине. Но сегодня эти разговоры пока пристановлены. Вот есть корейские компании, которые хотят выйти на российский рынок в плане водородной энергетики. На сегодняшний день сейчас изучается этот рынок. Но все-таки вы понимаете, что интенсификации пока не наблюдается. Есть интерес, но я думаю, что это направление очень интересное. Имеется потенциал для развития, но требуется, чтобы изменилась внешняя конъюнктура. Спасибо большое за интересные вопросы. Итак, я тогда хотел бы уже, как модератор, отметил, что мы украли у вас 10 минут драгоценного обеденного перевода, перерыва. И я все-таки надеюсь на ваше понимание. И предлагаю прерваться на обед о корейской стороне на ужин. И уже встретиться ровно в 7.00 по корейскому времени и по российскому времени минус 6 часов, да, в час 00. Всем приятного аппетита. Спасибо. Сергей Анатольевич, скоро начнем. Сейчас подключится профессор Хосенчон и другие корейские участники. И мы продолжим. Да, да, хорошо. А меня слышно? Да, 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 все хорошо. Все хорошо слышно, Александр Витальевич. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые переводчики, вы на месте? Я на месте. Тогда предлагаю продолжить наше заседание. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые коллеги, разрешите от вашего имени поблагодарить докладчиков, дискуссантов и модераторов предыдущей сессии нашего семинара за интересную начатую ими дискуссию и продолжить нашу дискуссию в рамках уже второй сессии нашего семинара. Разрешите мне поприветствовать моего коллегу, профессора Ли Санчжуна, профессора университета Кунмин, с которым мы выступим в качестве модератора второй сессии. Поскольку первым докладчиком в программе указан российский профессор Просолов Александр Витальевич, разрешите мне тогда представить его и предоставить ему слово для доклада. Тема его доклада звучит таким образом. Об оптимизации таможенных пошлин при условии многокритериальности. Уважаемый Александр Витальевич, пожалуйста, вам слово. Хочу напомнить, извините, пожалуйста, хочу напомнить докладчикам о регламенте. У вас 15 минут для ваших докладов. Хорошо, спасибо. Я хочу слайды свои вывести. Видно слайд? Да, видно, хорошо. Ну вот, название уже объявлено. И 15 минут – это, конечно, время очень меня ограничивает. И есть еще замечание, которое я хотел сделать. Вот так, она меня не слушается. Значит, я занимаюсь этой тематикой оптимизации таможенных пошлин около 25 лет. Не в связи с конкретными российско-корейскими отношениями, а в теоретическом плане составляем математические модели. И особенность здесь моего выступления заключается в слове «многокритериальность». Дело в том, что находить экстремум функции нескольких переменных, но одной функции – это как бы в течение 300 лет хорошо разработанная математически и вычислительная процедура, которая пользуется все время. А когда у нас одновременно участвует в принятии решения несколько критериев, то это затруднительно бывает. И поэтому нужны всегда какие-то переговорные процессы. И так родилось какое-то такое понятие переговорного множества, которое базируется на множестве парэта оптимальности. А вот теперь я хочу сделать одно замечание. То, о чем я говорю, никак не связано со свободными экономическими зонами, где нет никаких таможенных тарифов. И никак не связано с протекционизмом, который как бы другая крайность торговли, международной торговли, которая до сих пор существует. Я могу вам напомнить банановые войны между Америкой и Европой 30-летней давности, где все эти таможенные тарифы устанавливались. Историю с американскими куриными окорочками, которая вызывала профсоюзные волнения и походы на Вашингтон. То есть и сейчас в нашей современности установление таможенных тарифов является такой болезненной процедурой в международной торговле. Разнообразие этого всего огромное. Там и санитарные кордоны, там и квоты, там и другие какие-то, и ответные реакции всякие разные. Поэтому я этого не буду рассматривать. Я просто покажу, как составляется математическая модель вот в таких случаях. Вот первый слайд, он как бы вводит в это все. Продон номер три у меня стоит, но это неважно. Вот на что влияют уровни таможенных тарифов? Они влияют, естественно, на прибыльность бизнеса, они влияют на занятость населения, поскольку рабочие места от этого зависят. Они пополняют бюджет или уменьшают бюджет в зависимости от того, как это государство с этим справляется. И некоторые другие характеристики в экономике страны зависят от этих величин таможенных тарифов, устанавливаемых при заключении тех или иных торговых каких-то процедур. Повторяю, это как бы идет мимо ВТО и мимо свободных зон, то, о чем, собственно, было очень много речи в первой сессии нашей. Но, тем не менее, это существует, и поэтому существуют математические модели этого. Ну вот рассмотрим первую ситуацию с импортными тарифами. На что влияют налоговые тарифы, устанавливаемые при импорте какого-то продукта или услуги? Услуги тоже могут как-то ограничиваться тарифами. Вот формула 1 – это формула, что получает государство при производстве количества х единиц продукта внутри страны. И Y – это количество единиц этого же продукта, которое ввозится по импорту. ТАУ – это, значит, вот цена, процент, который снимается на границе. Там довольно сложная процедура. Товар из-за границы приходит к нам. Ну, к нам, в Российскую Федерацию будем говорить, но это совершенно неважно. Это любое государство. Когда продукт, Y единиц продукта приходят, то с них на границе снимается их налог на добавленную стоимость, который устанавливается в их стране, и накладывается такой же налог на добавленную стоимость. Ну, не такой же, а он соответствующий правилам уже, скажем, Российской Федерации, восстанавливается. И, значит, соответственно, импортер выплачивает эти деньги в бюджет. Значит, КУ – это цена единицы выбранного продукта, рассматриваемого продукта, который переходит через границу, и это цена за рубежом. А P чуть-чуть дальше, вот здесь вот P, сейчас мы ее увидим, это цена продукта, который, вот этого продукта, который продается у нас на рынке, цена, которая формируется в нашей стране, в Российской Федерации. Вот импортер получает вот такую формулу-2, это получает вот такую прибыль. Ясно, что государство стремится максимизировать S, и импортер хочет максимизировать D, то есть то, что он получает из-за границы. Значит, количество единиц продукта Y он привозит в Российскую Федерацию и продает по цене P. А вот это то, что он платит на границы все эти налоги на добавленную стоимость и таможенную пошлину. Значит, вот получается у нас два функционала. Это самый простейший вариант, и они зависят от двух переменных Y объем импорта, и ТАУ – это таможенная пошлина. Значит, вот в одной из своих статей я поставил такую, сформулировал три задачи, и там они решены, но здесь я скажу пару слов про решение самой простой задачи. Значит, мы должны найти максимум, такие Y и такие ТАУ на плоскости Y ТАУ, то есть в пространстве объемов импорта и таможенной, уровня таможенной пошлины, найти экстремальные точки для S и D. Но у S будет один экстремум, а у D будет другой экстремум. И вот возникает вопрос, как нам совместить эти два экстремума, два максимума и какую стратегию выбрать. Вот тут появляется, значит, понятие парета оптимальности, то есть это такое множество стратегий, то есть таких пар Y и ТАУ, которые, значит, в каком-то смысле противоречат друг другу. То есть если мы один параметр, то есть если мы точку перемещаем в плоскости Y ТАУ, то один функционал будет, может быть, расти, один критерий будет давать большее значение, а второй будет при этом убывать. И поэтому называется переговорное множество, что невозможно найти такой стратегии Y ТАУ, которые бы давали рост сразу по двум критериям S и D. Ну вот эта задача легко решается. Вот я формулирую еще две, но я уже вижу, что 12 минут прошло, то есть время бежит гораздо быстрее, чем я говорю. И вот на этом множестве омега пар стратегии Y ТАУ ищется такое множество, которое называется парета оптимальным. И у меня приведено утверждение, приведены графики какие-то, приведены количественные соотношения, то есть я аналитически могу эту задачу решить. Кроме того, сформулированы еще две задачи. Одна из них увеличивает количество рабочих мест за рубежом, там, где производится этот товар. Ну он производится и в нашей стране, и за рубежом, за границей. Но вот там, где профсоюзы начинают шуметь и идти в свое правительство, там, значит, требуется учесть их интересы, то есть учесть количество рабочих мест там, где этот импорт рождается. Ну для них он экспорт, естественно. А у нас в стране, соответственно, число рабочих мест, которые определяются объемом производства внутри страны, это X маленькое вот такое. И вот эта задача также решается, находится это множество, это вот на картинке вот такой отрезочек вертикальный. И то есть его можно аналитически посчитать, можно геометрически построить по каким-то правилам. Это вот мной было сделано, и я не хочу про это рассказывать, потому что вы утонете в доказательствах. Вот, теперь еще я хочу сказать про экспортное пошлино, что соответствует тому, что продукт производится внутри страны, и часть этого продукта остается в стране, а часть вывозится за границу. Это вот экспорт Российской Федерации. Значит, X, повторяю, остается внутри страны, а Y будет уходить за границу. Когда возникает, это может быть, когда за границей цена выше, чем внутри страны. Тогда, значит, производитель часть продукта отвезет туда. Но как только он из этого X, вот из произведенного Q большое, X плюс Y, он Y, количество единиц этого продукта увезет за границу, так сразу же внутри страны станет продукта меньше. А тогда цена на него, в силу известного соотношения спроса и предложения, цена на него внутри страны поднимется. И тогда у нас получаются такие экономические критерии, такие экторы, как говорят. Правительство, которое участвует в том, что назначает пошлину и забирает часть в бюджет. Экспортер, который, будем говорить, производит внутри страны этот продукт. И домашнее хозяйство, которое потребляет этот продукт внутри страны. Значит, ясно, что можно попытаться найти какую-то равновесную точку, так, чтобы всех удовлетворить. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Вот если рассмотреть, так сказать, такой криволинейный треугольник, который соответствует допустимым стратегиям, то каждый из экторов тянет в свою сторону. И это приводит к тому, что, в общем, невозможно найти какого-то компромиссного решения. Но вот этот криволинейный треугольник и является частью Паретта оптимального множества. То есть множество, где производятся договора. Вот у меня уже 16 минут. Это правда? Это правда. Чистых 15, но то, что сейчас 13-16, это точно. Вот. Я просто хочу сказать, что я еще и половину не читал. Поэтому я надеюсь, что кому-то это стало интересно. И кто-то обратится к тем публикациям, которые я вначале показывал. Александр Витальевич, огромное спасибо. Мне это стало интересно. Хотя, может быть, я не все понял из вашего доклада. Но у меня возникло несколько вопросов. Один из которых я обязательно вам задам. В том случае, если у нас останется сессионное время. Огромное спасибо еще раз за ваш доклад. И за решение тех задач, которые вы перед собой поставили. За квалифицированное решение. А сейчас разрешите мне представить слово уважаемому профессору Ли Санчжуну. Для того, чтобы он в свою очередь представил следующего докладчика. Спасибо большое, Александр Витальевич, за ваш содержательный доклад, а также за то, что вы уложились в регламент. И я надеюсь, что у нас время останется для дискуссии. Следующий докладчик от корейской стороны – это руководитель отдела комплексных политических исследований Корейского морского института, английская аббревиатура KMI, Ли Сун-У. Сегодня заявленная тема – это «Северный морской путь в эпоху неопределенности глобальных цепочек поставок». Я думаю, что если мы услышим сегодня доклад господина Ли Сун-У, то поймем, что перед нами открываются интересные возможности, и нужно будет обратить внимание на вот эти возможности. Спасибо, пожалуйста, господин Ли Сун-У, вам слово. Добрый день, меня зовут Ли Сун-У, я представляю Корейский морской институт. Предыдущий докладчик Александр Витальевич сегодня остановился на теоретической части, которая больше приближена к математике, то я постараюсь сфокусировать ваше внимание на практическую часть, то есть, в частности, использование Северного морского пути, как его активизировать, как его использовать в нашем сотрудничестве. То есть, я хотел бы попытаться перейти и как бы перенести вас в практическую плоскость. Содержание, это следующее, я не буду останавливаться. На этой картинке представлена глобальная цепочка поставок с ее различными конкурентными преимуществами, затем конкуренция как развивается. Мы видим, что готовый автомобиль, люди хотят купить этот автомобиль и использовать его для того, чтобы осуществлять перевозки. Перевозки осуществляются для конечного потребителя, и при этом используются различные способы доставки морской, воздушной и так далее. Это Хитачи дает такую информацию. Мы видим, каким образом описывает это «last mile», то есть, это последняя миля, средняя миля. «Last mile» – это доставка до дома, до дверей, например, и «mild mile», средняя миля – это то, что для нас общепринята доставка по различным видам доставки. И вот длинная миля – это миля, которая, получается, охватывает всю цепочку поставок. И учитывая то, что эти цепочки поставок, они увеличиваются, удлиняются, это усложняет их управление. Поэтому мы хотим, люди, найти более короткие маршруты. И, допустим, как, например, если изначально мы радовались этому традиционному суэцкому каналу маршрута, то на сегодняшний день он нас полностью не удовлетворяет. И мы хотим найти более кратчайший путь. И, например, в лице Северного морского пути. И Россия весьма активно сегодня развивает этот маршрут. Северный морской путь обладает конкурентноспособностью. Почему? Потому что он, во-первых, довольно сокращает транзитное время. Кроме того, позволяет развивать те города, населенные пункти на пути следования этого маршрута. Кроме того, это является альтернативным транспортным коридором, который соединяет Запад с Востоком, Восток с Западом. Россия весьма заинтересована в активизации данного маршрута в части ее коммерциализации. Но мы знаем, что пандемия ковидная, она привела к нарушению, к сбою в целом цепочек поставок. И сегодня, на сегодняшний день мы видим, например, в Китае закрыты многие порты морские. Кроме того, в Европе сегодня, в связи с тем, что во время пандемии очень много сотрудников было уволено, сейчас там недостаточный потенциал для обработки грузов. То есть сейчас идет высокая загруженность, и это приводит к логистическому кризису и, соответственно, с различными трудностями, с которыми приходится сталкиваться непосредственно о бизнесе. И получается, что на сегодняшний день глобальная цепочка поставок, она весьма такая сложная и взаимозависимость высокая. Поэтому мы видим, что вот такие коллапсы логистические возникают на сегодняшний день. Сейчас мы видим на этом слайде, что во время ковидной пандемии у нас резко снизилась объемы по перевозок. Перед, наверное, на СВО мы видим, что происходило довольно быстрыми темпами восстановления, но после начала СВБ мы видим опять-таки снижение. Это вызвано различными факторами плюс геополитическими факторами, и прогнозируется, что эта динамика, эта тенденция сохранится и в будущем. Сегодня все говорят о обеспечении устойчивости глобальных цепочек поставок. Вот здесь вы на этом слайде видите, что авария контейнеровоза Evergreen, она привела к блокировке Суэцкого канала, и очень долгое время происходило здесь вот такое узкое место. И каждый раз, когда человечество встречается различными трудностями, они пытаются найти обходные альтернативные пути. Началось специальной военной операции, и на сегодняшний день многие судоходные компании, они либо приостановили движение через Россию, потому что и корейские, и, например, японские компании судоходные, они работали в направлении через Дальний Восток, выход на Европу. И таким образом на сегодняшний день многие компании не только меняют свою структуру глобальной стратегии, не только изменяют управление цепочками поставок, но сегодня происходит от оффшоринга к не оффшорингу, переход, таким образом, чтобы аутсорсинг проходил непосредственно от завода-производителя. Кроме того, мы видим востребованность альтернативных маршрутов мировой торговли, когда мы видим, что китайские порты, они перегружены в связи с тем, что происходит локдаун, что замедленными темпами происходит обработка грузов. Это приводит к каким-то узким местам в общей транспортной мировой системе. И поэтому сегодня я хочу опять-таки призвать всех наших участников, чтобы мы вновь активно рассматривали вопрос Северного морского пути. Вот я хотел бы напомнить, почему Северный морской путь. Вот на слайде вы видите, что Россия в свое время Великий меховой путь освоила. И вот мы видим на этом слайде, что периоды, когда открывалось Охотское море, когда происходило открытие мыса Дежнёва, мы видим, что предки, россияне, они уже двигались и понимали, что транспортную логистику, и эта сеть должна быть разветвлённой, и что нужно находить выход на север. И мы понимаем, что транспортная логистическая система, она сегодня развита в направлении Восток-Запад-Запад-Восток. А нам сегодня нужно также и развивать направление маршрутов в направлении Север-Юг, чтобы мы имели такую координату систем, как с Севера на Юг, так и с Востока на Запад. И, учитывая то, что последствия ковида, геополитические различные факторы, они все оказывают довольно негативное влияние на работу глобальных цепочек поставок, а поэтому необходимо находить, как можно оживлять или использовать внутренние водные пути. Вот, допустим, мы видим, что во время Союза при сталинских временах активно использовались внутренние водные пути. И с приходом администрации Путина эта сеть становится более широкой. И вот здесь, если посмотреть, допустим, использование Северного морского пути через использование внутренних водных путей. Это, например, был один из проектов. Это в 2016 году был реализован данный проект. Это был пилотный проект использования обе, реки Обь, России. Груз пошел по Северному пути и спустился сюда, в Казахстан, в Павлодар. И вы видите, что рядом здесь мы видим как реку Обь, так и Енисей. Ну, конечно, сейчас непосредственно сразу сложно будет это реализовать. Потребуются дополнительные инфраструктурные вложения. Создание нового логистического маршрута для соединения внутренних водных путей и Северного морского пути подразумевает несколько фаз. Это в моем понимании. Допустим, первая фаза – это Корея, порт Ямбург через СМП, через реку Обь и по суше в страны СНГ. Второй этап подразумевает от Кореи морской порт на СМП, через СМП и через реку, например, Лена, Енисей и в страны СНГ. Следующее. Допустим, мы знаем, что в России, особенно в северной части, создается очень большое количество объема деревянных пилетов. И вот можно эти деревянные пилеты также экспортировать и вывозить в страны, третьи страны, именно через СМП и соединение с внутренними морскими, речными путями. Вот мы здесь видим это природную, вот, например, сеть, соединение, например, Транссибирской железной дороги, внутренние водные пути и Северный морской путь. Здесь мы видим активное соединение сверху, то есть с севера на юг, через реку Лена и Енисей. И вот спускаемся мы сюда к низу, к югу и можем также использовать, например, Суэцкий канал. Допустим, если в какой-то из части света происходит где-то блок, там конфликт какой-то разразился, пандемия разразилась, то есть у нас всегда есть в арсенале другой альтернативный путь, который можно использовать. Я, наверное, уже четыре где-то последние года постоянно говорю о том, что необходимо соединять СМП с внутренними речными путями. При этом мы можем эффективно произвести такую интеграцию через использование технологии индустрии 4.0. И вот вы видите, что когда образуются у нас различные транспортные хабы в той или иной точке мира, континентах, я думаю, что это у нас расширяет нашу маневренность предоставления транспортных различных услуг. И, как я вот говорил уже, что нужно опираться на применение передовых технологий 4.0 промышленной революции для того, чтобы у нас образовался благодатный цикл от начала разработки какого-то месторождения, производства ресурсов и вплоть до доставки конечному потребителю. Еще один момент хотел бы отметить. Это проект «Снежинка». Это по развитию именно Арктики. На сегодняшний день, конечно, проект «Снежинка», я знаю, что он либо сейчас идет очень медленно в связи с санкциями, либо немного приостановлен. Но в любом случае, я считаю, что вот этот проект «Снежинка», он должен стать тем подтверждением того, что вот этот сгусток передовых технологий, он позволяет решать те невозможные вопросы, которые, казалось бы, сегодняшнего дня нельзя решить. И вот, предлагая такие методы, я постараюсь завершить свое выступление. Господин Лисону, я благодарю вас за лаконичность вашего выступления. И далее передать слово Сергею Анатольевичу. Пожалуйста, Сергей Анатольевич, представьте следующего докладчика. Я сначала хотел бы поблагодарить господина Лисону за его интересный доклад и согласиться с одним из выводов, который прозвучал в его докладе, о том, что развитие Северного морского пути необходимо сочетать с развитием внутренних транспортных коммуникаций. Этот вывод не подлежит сомнению, хотя не знаю, насколько быстро такие проекты можно реализовать на практике. Огромное спасибо, уважаемый Лисону, за интересный и содержательный доклад. А сейчас разрешите мне представить следующего нашего докладчика, Цинжарик Марию Казимировну, доцента кафедры экономики предприятия и предпринимательства Санкт-Петербургского государственного университета, с ее докладом. Мария Казимировна, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне очень приятно видеть всех коллег и с российской стороны, и с корейской. И тут я видела как раз коллег, которым мы работали вместе в нашей поездке в Сеул. Также мне очень было приятно видеть господина Пак Чонхо, который сейчас входит в совет образовательной программы магистратуры, которую мы реализуем. И также мы его пригласили войти в программный комитет конференции, которую мы скоро проводим, управление бизнесом в цифровой экономике. Очень приятно. Начну свой доклад. Дело в том, что изначально мой доклад называется «Примение блокчейна в электронной коммерции» и с некоторыми примерами, с пожеланиями, рекомендациями для России и Кореи. Конечно, я также вдохновилась докладом господина Прасолова и попытаюсь также заострить внимание на таможенных операциях, которые очень важны для электронной коммерции. Но для начала приведу такие цифры, что сейчас большая часть торговли, я имею в виду торговли для физических лиц, для нас с вами, она осуществляется через маркетплейсы. И, конечно, мы видим, что примерно две трети, наверное, торговли, по оценкам, это через маркетплейсы. И основная проблема вообще электронной коммерции в современное время в чем состоит? В том, что те, кто участвуют на платформе и на маркетплейсе, они анонимны. И, соответственно, возникают различные проблемы, связанные с, например, нелегальными товарами, с контрабандой, с запрещенными товарами, с не очень хорошими товарами. И вот тут возникает, особенно это связано также и с параллельным импортом. Я читала цифры, что, например, доля брака в параллельном импорте из Китая в Россию была 2%, а теперь составляет 40%. То есть мы это будем видеть. И поэтому возникает роль таможни в предотвращении этих аспектов, она становится очень важной. И что важно для этого? Важно иметь высокое качество данных обо всех участниках международной торговли. И основной проблемой как раз этого риска заключается то, что сейчас общее количество данных, оно имеет очень низкое качество. Вообще, если взять тех участников экспортных операций, которые обычно участвуют, мы видим, что их очень много. Это, во-первых, те стороны, которые заключили контракт, продавец и покупатель. Это данные о самом продукте. Это необходимость тех, кто участвует в платежах за услугу, которая связана с передвижением. Это, собственно, транспортные компании, страховые компании, банки. Также это различные министерства и ведомства, которые связаны с международной торговлей. Это различные, понятно, что органы контроля, не только таможенного, а вообще органы контроля на границе. И, безусловно, это торгово-промышленные палаты и так далее. То есть это все участники, которые пока находятся, обмениваются данными фрагментарно. Нет общего обмена данными. И, безусловно, каждый из таких организаций, каждый участник и каждый этап цепочки поставок связан с огромным количеством документов. Эти документы, как я уже говорила, могут быть выпущены этими контролирующими органами, такими, как я уже сказала, например, контрольные органы, таможенные органы, различные дипломатические органы, торгово-промышленные палаты. Это ряд документов. Есть ряд обязательных документов экспортера, всяких, связанных с накладными и прочими коммерческими документами, связанные с складированием, с транспортом, с страхованием. Со стороны импортера тоже есть масса документов, например, таможенная декларация импортера, там накладная на товар и так далее. Также документы выпущены перевозчиком, причем они совершенно разные для морского транспорта или речного, для воздушного, для дорожного. И, естественно, что банковские документы. Огромное количество документов, которые, если их нет, цепочка поставок не будет пройдена. И, безусловно, от этого мы видим большие задержки в тех пунктах, где товар пересекает границу. И вот если взять решение, которое было до введения электронных документов, еще даже до введения системы единого окна, то если взять наш морской большой порт Санкт-Петербург, то до введения системы одного окна мы видим, какое большое количество взаимодействия просто по обмену документами, по обмену информации есть. И сложность заключается в том, что для того, чтобы сделать что-то общее, мы должны сначала договориться на уровне федеральных министерств и ведомств, потом на уровне служб, и только потом уже можно сделать что-то единое на пункте перехода товаром границы. И эти системы решались изначально, они на самом деле были системой одного окна, это одно из решений автоматизации и упрощения документа оборота между участниками цепочки поставок, трансграничной цепочки. Они были начаты еще в 80-е годы на уровне портов, но где-то уже порядка 15-20 лет это продвигается различными международными организациями, связанными с торговлей или международной таможенной организацией и так далее. И уже 5 лет назад, в 2017 году было принято в более чем 63 странах. То есть это единая платформа, которая объединяла различные данные от различных участников, это была стандартизация, это было объединение всех данных в базу и после этого любое заинтересованное лицо, будь то ветеринарная служба или таможенная служба или служба порта, они могли из этого получить все свои документы. То есть это различный объем документов был заменен электронной декларацией, которая была единая и стандартизированная. И система одного окна подразумевала, что все участники могут обращаться к этим данным и взаимодействовать уже через систему одного окна, single window. Однако, если изучить историю введения этого окна, она не так хороша оказалась, как могло показаться. Потому что различные исследования показали, что хотя были попытки автоматизировать и использовать различные стандарты электронного документа оборота, тем не менее слишком большое количество различных органов включалось в эту систему. Вот, например, в Уругвайе, это нашла цифра, порядка 27 различных органов, и налоговых, и таможенных, и экономических, они были вовлечены. Я была вовлечена в проект организации единого окна в России в 2004 году. Я работала вместе с Российским министерством транспорта, и были большие проблемы введения вот этой электронной декларации, поскольку договориться и к Министерству экономического развития, Министерству транспорта, Министерству здравоохранения, сельского хозяйства, таможенной службы было очень тяжело, и это было сложно. То есть у нас проекты, например, вот этого вот одного окна, они стали работать уже где-то к 15-17 году, и то не до конца. Так вот, это не только проблема России, это проблема международная, потому что было очень много различных данных от различных органов, они различались в разных странах, и поэтому получалось, что вот это единое окно, оно не заменял, не упрощало цепочку поставок, а добавляло новый уровень к остальным контролирующим органам. Ну и кроме того, конечно, если мы возьмем лет 15 назад, то информационные технологии тоже не были настолько развиты. Поэтому вот получается, что была определенная неэффективность, и требовался новый механизм, который бы мог заменить вот эту систему, который мог бы ее улучшить. И как раз вот эти решения в сфере блокчейна наравне с интернетом вещей и с облачными вычислениями, они позволили как раз создать совершенно новую систему. Вообще, если мы рассмотрим проблему управления цепочкой поставок, то четыре блока являются блоками нашего большого внимания. Это потоки товаров, которые движутся, это процессы, которые позволяют организовать это движение. Это процессы связаны не только с хранением или с передвижением, но и с проверкой качества, с проверкой документов, с определением маршрутов. Это потоки информации, это потоки денег, которые тоже важны при том, что движется цепочка поставок. И наша цепочка поставок, естественно, требует таких качеств, как прослеживаемость, как разрешение споров, как обеспечение безопасности, касающиеся груза, также вопросы решения цифровизации, вопросы удовлетворения законодательных требований, вопросы доверия и управления стейкфолдерами. То есть, на самом деле, это масса вопросов, которые возникают. И что в данном случае нам может дать блокчейн? Это, во-первых, да, как я уже сказала, контроль и прослеживаемость. Это умные смарт-контракты, которые позволяют, сейчас дальше скажу, да, устранять посредников в цепочке. Это подтверждение участников и самого груза, автоматизация процессов, прозрачность. И самое главное, да, как я уже сказала, можно удалить посредников. И, естественно, что в данном случае получается, что операции, которые проводятся на основе блокчейна, таможенные операции, они становятся более быстрыми и более точными. Но, во-первых, если мы можем в реальном времени верифицировать документы, то сокращается время на подготовку и доставку грузов. Второе, как я уже говорила, не требуется какой-то третьей стороны для того, чтобы соединить две стороны. И мы можем, например, корреспондирующие банки убрать из системы платежей, поскольку смарт-контракты, если они налажены, позволят это делать. Децентрализация исполнения контрактов сокращает время на отслеживание доставки. Подтверждение собственности, поскольку если у нас есть накладная на товар и она зашита в блокчейн, то мы видим, где находится наш товар, кому, кто сейчас его контролирует и так далее. И также это сокращение транзакционных издержек за счет того, что, опять же, мы убираем посредников. Смарт-контракты позволяют убрать у нас посредников. И мы видим совершенно новую роль, новое положение таможенных органов в новой цепочке. Ну, во-первых, если у них есть прослеживаемость цепочки и всегда они ее видят, то они могут иметь данные для того, чтобы оценить, кто честный в цепочке поставок, кто нет, кто нарушал оплату налогов или проводил неправильные товары, контрабандные. То есть они могут построить систему управления рисками. Второе, таможня становится не отдельным элементом, она становится частью торгового процесса, поскольку посредством блокчейн-платформы она связана со всеми стейкхолдерами, с другими органами, контролирующими и участниками цепочки поставок. Дальше понятно, что если раз таможен, например, может работать и получать данные от экспортеров, импортеров, от других источников, то можно, во-первых, идентифицировать, насколько правомерны доходы, нет ли там эффективных, не сокрыто ли что-то, проверить исполнение налогов и таким образом выявить какие-то мошеннические практики. И точно так же это касается финансовых потоков, потому что какие-то необычные действия участников цепочки поставок и пересечения границы могут выявить, помочь выявить нелегальные финансовые потоки. И мы знаем, есть различные примеры, когда блокчейн в цепочке поставок, в управлении цепочкой поставок выявлялся компаниями, они на слуху, но хочу остановиться все-таки на России и Корее. Ну, сразу скажу так, что у нас сейчас действует стратегия развития таможенной службы до 30-го года, и она говорит о том, что к 2024 году половина, примерно половина таможенных процедур будет выполняться автоматически и полностью к 2030 году. Но данные 2020 года говорят о том, что процедура сейчас автоматизирована таможенной только на 25%. И в целом решение по декларации, которое даже подано электронно, у нас электронные декларации, 99% электронной декларации, они составляют 1-2 дня, но в случае необходимого физического контроля товара, это занимает 4 дня. То есть это много. Также сейчас с точки зрения блокчейна у нас есть пилотный проект нашей федеральной таможенной службы и федеральной налоговой службы, которые запускают машиночитаемые доверенности на основе блокчейна и которые будут интегрированы с нашей единой автоматизированной информационной системой, которая у нас сейчас работает на таможенных органах. Также наш большой порт Санкт-Петербурга тоже является частью, ну, входит в платформу TradeLens, которую уже упоминала предыдущий докладчик Елена Соколовская. Когда мы говорим про Корею, я бы хотела отметить, да, я все не могу охватить, потому что у меня нет информации, но мне бы хотелось отметить вот этот вот консорциум, который возглавляет подразделение компании Samsung, который именно связан с таможенной очисткой, и он объединяет, как я прочитала, и экспортеров, перевозчиков, складские компании, но также, как я знаю, туда входит и Торийская таможенная служба, и туда входят различные исследовательские институты, которые позволяют создать пилотные проекты и отработать вот эти моменты применения блокчейна в таможенном деле. И также это еще касается не только просто управления цепочкой поставок, мы же знаем, что блокчейны не только смарт-контракты, это криптовалюты, а у нас сейчас мы знаем и последние информации о банкротстве биржи FTX, и Binance тоже так себе не очень хорошо себя сейчас чувствует, то очень большое количество махинаций. И понятно, что, в частности, Корейская таможенная служба заинтересована также исследовать различные случаи отмывания денег с использованием криптовалют. И я читала, что есть данные, что около 600 миллионов долларов в разных валютах это были нелегальные операции, которые выявлены в Республике Корея. То есть мы видим, что это большие наработки. Также я знаю, что Корея сейчас сформирует экосистему таможенных процессов между Кореей, Китаем и Японией. И я тоже думаю, что это могло бы послужить прототипом для нашего сотрудничества. И мы видим, что новая модель блокчейна в цепочке поставок, и в частности в таможенной очистке, мы уходим от большого количества таких бинарных транзакций. экспортер, таможенная служба, импортер, перевозчик, терминал, перевозчик. То есть между таких двойных транзакций мы хотим перейти к системе общей цепи, когда данные будут верифицироваться и обменяться, и зашиваться в блокчейн, чтобы их использовали разные участники. Вот это очень важно, если бы это получилось. И мы видим, что от этого будет меняться и не только цепочка поставок, будет сама меняться и модель электронной коммерции. Потому что от, опять же, отдельных операций между соседними элементами цепочки, продавец, например, оптовик, маркетплейс, компания, которая доставляет, и так далее, от отдельных операций и верификации, проверки риска, мы можем перейти к единой платформе, которая будет не только управлять операциями внутри, в реальном времени, она будет позволять иметь информацию историческую и выявлять, например, мошеннические операции, выявлять участников, которые с плохим качеством. То есть, по сути, такая платформа, она поможет улучшить в целом качество электронной коммерции, а не только снизить издержки и не только упростить. Вот. И таким образом, единственное, что мне бы хотелось добавить, что блокчейн на настоящий момент имеет достаточно большое количество рисков, потому что эта технология требует стека технологий, технологического стека, во-первых. Во-вторых, она недостаточно развита. Причем это риски, это не я выделила, это риски, которые выделены международными организациями. Они связаны и с проблемами в разработке протоколов, в алгоритмах, потому что если они плохо разработаны, система будет подвержена хакерским атакам, мошенничеству. Также может быть проблема с обменом данными, поскольку если будет, например, объем данных больше сильно растет, система не справится, будет блок и будет потеря данных. Это могут быть риски, связанные с инфраструктурой, потому что система, опять же, имеет некие ограничения по мощности. Это может быть проблема и уязвимость смарт-контрактов, потому что проблема в чем? Мы хотим объединить участников разных стран. У них разное законодательство, разные системы регулирования блокчейна и разные проблемы различных документов. И может быть таким образом, что смарт-контракты и реальные контракты легальные могут войти в противоречие. Это проблема. И, на мой взгляд, самая серьезная проблема, которая как раз тяжело ее решить, это проблема безопасности и ключей безопасности. Дело в том, что если участники вот такой распределенной системы, это распределенная система, работает с своего компьютера, то можно взломать просто компьютер, обычный компьютер и украсть данные. Мы знаем, сколько сейчас утечек данных есть. И вот по последним данным был прослежен обычный процесс, который вот едет в контейнер от начала до конца. Это там участвуют перевозчики, логистические компании, порты, терминалы, таможня и так далее. И вот они выявили порядка 50 возможных точек, где можно внедриться и украсть данные, и взломать систему. То есть достаточно одной точки или двух, на самом деле, чтобы это сделать. Это действительно большая проблема, которая возникает. Для того, чтобы, я заканчиваю, для того, чтобы такая система блокчейна работала, на самом деле, нужны общие усилия по разработке стандартов. Одним из примеров таких стандартов именно в транспортной и логистической отрасли является вот этот совет по стандартам в транспорте, в который входят различные участники цепочки поставок. И вот он как раз занимается чем? Чтобы создать, во-первых, стандарты блокчейна вкупе вместе с веб-3, новыми стандартами веб-3. Таким образом, вот эти стандарты, они позволят наладить именно взаимодействие разных участников. И более того, вот эти блокчейн-стандарты веб-3.0, они позволят снизить роль маркетплейсов в цепочке поставок. Потому что сейчас очень много средних и больших, и малых компаний зависит от маркетплейсов, я только что говорила. Так вот, это позволит уйти от этих маркетплейсов в микрорынки. Это другая история. Это повысит конкуренцию на рынках. Ну и я заканчиваю по оценкам Гартнера. Он оценивает, что блокчейн будет уже к 2023 году, его рынок будет занимать 2 триллиона именно в прослеживании движения товаров и услуг по всему миру. А к 2030 году оценка будет 3 триллиона. Именно вот в той области, про которую я говорила. Таким образом, мы видим, что в нашем сотрудничестве между Кореей и Россией мы можем заниматься много чем. И помимо вопросов коммерческих или политических, большая роль принадлежит вопросам технологическим, разработке стандартов и процессов нашего будущего. Спасибо за внимание. Мария Казимировна, спасибо за ваш содержательный доклад. Вы затронули в нем важную очень проблему. Проблему создания общей базы обмена документа оборота между участниками международной торговли и общей базы обмена данными. Мария Казимировна видит в качестве инструмента решения этой проблемы способа внедрения современных электронных технологий блокчейн. Что ж, возможно, она и права. Хотя, конечно, проблем на пути решения этой проблемы, как мне кажется, значительно больше, чем даже тех, которые она определила в своем докладе. Спасибо, Мария Казимировна. Слово уважаемому Ли Санчжуну для представления следующего докладчика. Спасибо большое, Мария Казимировна. Я с большим интересом выслушал ваше выступление. А теперь позвольте представить следующего докладчика от корейской стороны. Господин Ким Санфан. Он является руководителем Центра развития стартапов Корейско-техновенчурного фонда. Тема его доклада «Современное состояние и перспективы российско-корейского сотрудничества в области технологических инноваций». Пожалуйста, вам слово, господин Ким Санфан. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Ким Санфан. Я представляю Центр развития стартапов Корейско-техновенчурного фонда. Я несколько лет уже не был в Москве, в России, поэтому для меня особая такая радость встретиться с коллегами из России. Сегодня мы с вами говорим о глобальных цепочках создания стоимости, о глобальных цепочках поставок. И в рамках этого мы пытаемся найти возможности для получения синергии в двусторонних отношениях. Поэтому я свой доклад хотел развить в теме технологического взаимодействия. Корея добилась значительных успехов в области технологических инноваций во время Третьей промышленной революции, но сегодня она сталкивается с трудностями в приобретении передовых оригинальных технологий из-за технологических лидеров, которые сдерживают наше развитие, и конкурентов догоняющего типа. С другой стороны, Россия нуждается в партнерстве по сотрудничеству в сфере высоких технологий, поскольку Россия стремится к переходу коммерциализации своих исходных оригинальных фундаментальных технологий, чтобы развивать промышленность. Понимаем, что у нас технологическое сотрудничество является предметом взаимного интереса, и поэтому мы продвигались и стремились развивать. В нашем обществе сегодня скорость инноваций весьма стремительно происходит и внедряется, и создаются благодаря таким новым технологиям новые рынки. С другой стороны, промышленная революция под названием «Индустрия 4.0» она приносит и новые вызовы и задачи, с которыми нам приходится сталкиваться и решать. Происходит смена парадигмы, и те парадигмы, которые не продемонстрировали свою эффективность, на их смену приходят новые. В настоящее время Корея и Россия сталкиваются с серьезными проблемами из-за технологической конференции, из-за соперничества, за доминирование в мире и так далее. И Корее нелегко находить различные меры против преследования догоняющих стран, таких как Китай, сдерживание передовых стран и так далее. Например, Япония ввела ограничения на экспорт своих компаний, основных материалов, комплектующих и оборудования. С другой стороны, в России сегодня санкционное давление коллективного Запада также воздействует удушающе на развитие технологий, на технологическое развитие страны. Поэтому нам необходимо в этот мир высокой неопределенности определиться, как нам дальше развивать наши взаимоотношения. При этом нам нужно держать руку на пульсе, смотреть, как будет развиваться ситуация между Россией и Украиной, и определить для себя факторы риска и возможности. Ожидается, что Россия будет и дальше укреплять политику технологического суверенитета в соответствии со стратегией национальной технологической инициативы. Наряду с политикой технологического суверенитета Россия активно продвигает политику импортозамещения. И это понятное дело, что все эти меры выработаны в ответ на западные экономические санкции. И довольно сегодня активно и агрессивно продвигается эта политика внутри страны. Радикальные изменения в политике являются результатом понимания того, что западные санкции направлены на то, чтобы фундаментально заблокировать процесс диверсификации российской экономики и модернизацию промышленной структуры России. И это не просто санкции, как ответ на вопрос по Крыму или Украине. И санкции Запада, введенные после начала СВО, блокируют доступ России к передовым технологиям, носят гораздо более всеобъемлющий и угрожающий характер. В условиях полнотехнологической блокады, сотрудничества с компаниями США или Евросоюза, запрета на экспорт основных высокотехнологичных продуктов из России, угроза технологическому суверенитету приводит к неизбежному созданию самостоятельной технологической цепочки добавленной стоимости. Кроме того, вопрос технологического суверенитета на сегодняшний день напрямую, причем тесно связан с вопросом обеспечения национальной безопасности. И мы понимаем, что эти вопросы выходят за рамки просто промышленной политики и политики технологического развития. Если разобрать данную политику, то можно выделить следующие две характеристики. Первая – это стратегия прямого реагирования на технологические войны, а также стремление обеспечить стабильность цепочкам поставок. Вторая характеристика – это стремление укрепить технологический суверенитет в условиях жестокого и ужесточения технологической конкуренции. И эта конкуренция на сегодняшний день пересекается с глобальной конкуренцией за гегемонию в сфере высоких технологий. Поэтому сегодня нам необходимо рассматривать этот вопрос вместе с вопросом национальной безопасности. То есть Россия стремится быть независимой, суверенной в плане передовых технологий для того, чтобы обеспечить долгосрочное самостоятельное развитие. И, конечно, понятно, что будут усилия направлены на развитие инфраструктуры для дальнейшего технологического развития, для проведения исследований и различных разработок технологических. Что касается нашего двустороннего взаимодействия, необходимо отметить, что в инновационной сфере нашего сотрудничества мы имеем определенный интерес, но практического результата пока мы такого ощутимого не видели. Во время визита президента Муджиина в России в июне 2018 года обсуждалась необходимость сотрудничества в области технологических инноваций. И это было отражено и в совместном заявлении двух лидеров. И в качестве расширения плана реализации предлагались различные инновации, простите, инициативы, например, «Девять мостов». И эта инициатива «Девять мостов» была предложена в рамках новой политики северного экономического сотрудничества. Требуются масштабные инвестиции, поскольку «Девять мостов» — это, можно сказать, отражение тех мегапроектов, о которых ведется речь уже на протяжении последних нескольких десяти лет. Понятное дело, для того, чтобы обеспечить какую-то финансовую базу, был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию фонда в размере одного миллиарда долларов для поддержки продвижения совместных проектов между двумя странами. Но на сегодняшний день все эти вопросы приостановлены, поскольку украинский кризис, он ложится тяжелым временем на наши отношения, особенно в секторе высоких технологий, поскольку все это, как я уже говорил, связано с национальной безопасностью, а также с сильным санкционным давлением. Чтобы Корея могла развивать промышленное сотрудничество с Россией, она должна иметь научно-исследовательские возможности в России, то есть иметь определенные какие-то свои точки, опоры, и сотрудничать с учреждениями, организациями и предприятиями. Есть и барьеры, которые нелегко преодолеть. Это и языковой барьер, и различные ограничения, существующие на сегодняшний день. Я думаю, что эти санкции Запада на сегодняшний день негативно влияют не только на развитие России, но и на развитие нашей страны. У нас практически приостановлены различные проекты в сфере технологического взаимодействия, и мы понимаем, что у нас в условиях сильного давления в сфере высоких технологий практически все те проработки, наработки, они сейчас приостановлены, переговорный процесс также остановлен. Что касается США, то мы понимаем, что особенный упор в своих санкциях они делают в сфере высоких технологий, которые характеризуются индустрией 4.0. США активно призывает, чтобы ее страны-альянсы активно присоединялись к этим санкциям. При этом мы видим, что география этого санкционного давления в сфере технологического сотрудничества продолжает расширяться. И мы понимаем, что определенное время мы не сможем продолжать наши совместные научные разработки, научные исследования. На частном уровне на сегодняшний день, поскольку практически все разработки и исследования они также попали в санкционный список, поэтому нам сегодня сложно говорить о развитии академических обменов, о сфере научных исследований. Например, фонд Осколково, затем различные государственные научно-исследовательские институты, которые занимались этими вопросами, они также попали в этот список. И мы понимаем, что даже после окончания украинского кризиса на протяжении определенного времени у нас будут связаны руки по развитию технологического нашего взаимодействия. Но мы понимаем, что мы не можем сидеть и ждать у моря погоды, и поэтому я хотел бы все-таки попытаться найти возможные пути решения сегодняшней ситуации. Мы должны рассматривать взаимодополняющие ценности, как партнеры по сотрудничеству. И даже на фоне этих жестоких санкций США и Европейского Союза и других стран, мы должны продолжать нашу работу. Эту работу можно продолжать под руководством, допустим, совместного комитета по науке и технологиям. Мы знаем, что у нас имеются различные институты, межправительственные, также на уровне частных организаций. И нужно сохранить эту диалоговую площадку и это диалоговое движение. И продвигаться вперед. Я предлагаю, что в условиях этих санкций нам необходимо просто откорректировать наши планы и наши ведения. Я думаю, что можно разделить стратегии нашего сотрудничества на два уровня. То есть краткосрочный уровень и средний долгосрочный уровень. Вот я предлагаю следующее. В Москве имеется Российско-корейский центр научно-технического сотрудничества. И необходимо распределить роли, сделать перезапуск по функционалу этих центров, для того, чтобы они могли продолжать работать как центр в Москве, так и центр в Корее. И я думаю, что необходимо проводить в каждом из центров определенную тематику исследований, а потом обмениваться этими результатами. Следующее. Во-вторых, разработать обходную стратегию, используя существующую совместную платформу и существующие партнерские сети. Например, используя действующий в настоящее время Корейско-Российский инновационный центр, можно его рассмотреть в более масштабном плане и расширить на страны ЕАЭС в форме инновационного центра. В-третьих, поскольку ожидается, что прямое сотрудничество в сфере совместных исследований, академических исследований определенное время мы не сможем активно и интенсивно развивать, поэтому я думаю, чтобы сохранить вот этот курс нашего взаимодействия, необходимо обмениваться уже результатами исследований, но продолжать эту диалоговую площадку. В-четвертых, создавать базу данных, технологии, затем тех компаний и учреждений, которые имеются в наших странах, и создать эту базу данных для открытого доступа, чтобы этой информацией могли пользоваться наши компании. Желательно, чтобы это была онлайн-платформа, поскольку мы понимаем, что у нас сегодня прямых таких вот обменов, обмены сложно осуществлять по логистическим причинам и прочим причинам. И, наконец, на данном этапе можно продумать прямое сотрудничество, поскольку между Кореей и Россией затруднено сотрудничество в рамках крупных многосторонних организаций, например, Евразийский экономический союз, БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества. То есть, я думаю, что на сегодняшний день требуется трансформация тех существовавших наших объединений или форматов взаимодействия и переход на многостороннюю платформу. Среднедолгосрочные стратегии и меры сотрудничества. В среднедолгосрочной перспективе сотрудничество необходимо будет сосредоточить на создании условий для придания нового импульса сотрудничества после окончания кризиса геополитического. В этом плане необходимо расширять технологическое сотрудничество с учетом российской политики, направленной на импортозамещение, с учетом стратегии национально-технологической инициативы, а также сбалансированные политики регионального развития, то есть новой восточной политики или поворота на Азию. Если проанализировать существующую ситуацию, то можно найти эффективные подходы и планы реализации, и при этом необходимо, чтобы Корея приняла более активную позицию в решении таких вопросов. Я хотел бы предложить в среднедолгосрочной перспективе новый тип модели сотрудничества. Это в рамке государственно-частного партнерства и для того, чтобы минимизировать те существующие риски, а также активизировать бизнес, инициативу. Во-вторых, необходимо подготовиться к сотрудничеству по программе. Это в рамке государственно-технологии сделано с Россией, и мы знаем, что эта политика должна быть направлена на упор, на развитие стартапов, чтобы вместе реализовать российское видение политики продвижения импортозамещающего производства. Я думаю, что это отвечает обоюдным интересам, поскольку будут создаваться новые точки или драйверы роста обеих экономик. И, наконец, хотелось бы еще один момент отметить. Это требуется диверсификация тех баз или точек нашего взаимного сотрудничества и расширить основу таким образом сетей сотрудничества. То есть, чтобы наше сотрудничество не концентрировалось, вот только в западной части России нужно предусмотреть план расширения вот этой сети в сторону Дальнего Востока, как бы центром, где будет выступать Владивосток. Затем это Восточная Сибирь, Западная Сибирь и с выходом на Урал и в Казань. Мы знаем, что сегодня Дальний Восток и Сибирь, они вот работают в рамках стратегии развития Дальнего Востока и Восточной Сибири. Поэтому я думаю, что мы можем идти в ногу с теми политическими взглядами и видением развития России в направлении сбалансированного развития регионов. В Владивостоке ежегодно проводится Восточный экономический форум. Он также может стать интересной площадкой для нашего многостороннего сотрудничества. Спасибо за внимание. Господин Ким Сан-Хан, спасибо за ваше выступление. Теперь мы переходим к панельным дискуссиям. Первый у нас дискуссант от корейской стороны, профессор Национального университета Кан Ин Вон Жу, господин Ким Йон Шик. Я думаю, что наши коллеги сегодня понимают, что сегодня корейская сторона сконцентрировала свое внимание на том, что трудный период времени нужно использовать для подготовки к посткризисному периоду. И в качестве такого инструментария были предложены вопросы трансформации глобальных цепочек, создания стоимости, цепочек поставок. И вот сегодня российские коллеги заострили внимание на вопросе применения новых технологий, передовых технологий, в частности блокчейна, для преодоления существующих проблем и решения вот этих актуальных задач, которые ставит сегодня перед нами эта эпоха. И поэтому мы понимаем, что обе стороны стремятся к поиску решения существующих проблем. Поэтому я хотел бы передать слово для панельной дискуссии господину Ким Йон Шику. Пожалуйста, господин Ким Йон Шик. Здравствуйте, меня зовут Ким Йон Шик. Я представляю университет Кан Ин Вон Жу. Сегодня Ким Санг Хуан, доктор, а также господин Ли Сон Уо. Доктор Ли Сон Уо, я часто вместе работаю, мы вместе работаем в этом направлении. Поэтому я хотел бы подискутировать на тему Александра Витальевича Прасолова. Это очень интересная тема, поскольку не удалось Александру Витальевичу рассказать полностью свое видение вот этих многокритерийностей. Но то, что сегодня в наших взаимоотношениях вопросы таможенного оформления всегда являлись определенным барьером, это мы с вами полностью соглашаемся, и нужно находить решение данных проблем. И у меня тогда вопрос. Россия, как сегодня вы уже отмечали, в теоретическом плане ваши утверждения верны. Но для того, чтобы обобщить, практически найти применение, всегда сложно. И бывают такие страны, в которых сложно трансполировать теоретический опыт в практический. И к таким странам можно отнести и Россию. Тем более, учитывая вот эту огромную территорию страны, в зависимости от субъектов Российской Федерации, мы видим, что по-разному идет прочтение этих теоретических аспектов, аксиомы или каких-то результатов. Поэтому хотелось бы уточнить у вас, насколько ваша теория будет однозначно прочитана во всех субъектах Федерации. Затем, допустим, если будет заключено ССТ, то будет создана свободная торговая зона. И это понятная идея, что здесь беспошлиный ввоз товаров и услуг. В этом случае, как будет работать ваша теория? Ну, конечно, мы пока не знаем, в какой форме, в какой модели будет создана свободная торговая зона между Россией и Кореей. И третий вопрос. Обычно, когда мы говорим о конкурентном преимуществе определенных статей товарных, мы говорим о сравнительном преимуществе экспорта и так далее. Тогда, соответственно, необходимо будет пересмотреть, с учетом конкурентного преимущества той или иной экспортной статьи, пересмотреть и тарифное образование. Почему? Потому что те статьи, которые обладают конкурентным преимуществом, для них нужно будет пересмотреть и таможенные тарифы. Сейчас в условиях обострения отношений России и Украины многие говорят о випонизации России ресурсов. Поэтому в этих условиях, когда Россия является одним из ведущих поставщиков сырья, особенно энергоносителей, поэтому хотелось бы уточнить, в этих условиях, когда существует определенная сложившаяся структура экспорта, можно ли будет пересмотреть, откорректировать вашу теорию в этих условиях. Еще один вопрос. Профессор Паретта говорит о том, что основное, когда мы говорим экономическая эффективность и говорим о доходах, мы говорим не импот, а инком, то в этом плане, если рассматривать вашу теорию, каким образом мы можем говорить об эффективности Паретта, каким образом можно обеспечить доход или прибыльность одной стороны без нанесения ущерба другой стороне, каким образом возможно ли при применении вашей теории обеспечить справедливое распределение ресурсов и доходов. Вот четыре вопроса, я не знаю. Кошмар. Это много. Too much. Я отвечаю, Сергей Анатольевич, или потом? Александр Витальевич, я думаю, что троечка минут, три минуты у вас есть на ответы, хотя я понимаю, что... Это очень, он очень широко меня спросил, и поэтому я попробую ответить так, что я ничего не знаю. Александр Витальевич, мне всегда нравится общаться с математиками, которые всегда точно отвечают на вопросы. Я не шучу на самом деле, это действительно точный ответ. Сергей Анатольевич, вот это очень простая тема. Много стран, много продуктов, и всякий раз сидит какое-то количество экспертов и говорят в Министерстве финансов, что вот надо делать так. Так, единственное мое предложение – обратиться к нашему университету и вставить в качестве эксперта, специалиста, потому что я предлагаю. Плюс к тем, которые уже есть. То есть рассматривать и теоретическую версию. Вот мой ответ. Александр Витальевич, возможно, мне удастся все четыре вопроса уважаемого дискуссанта Кима Йонсика. Это мой соавтор, соавтор одной из моих, из наших статей. Статья с ним вместе написана «Объединить в один». Имеет ли вот ваша задача и ее решение практическое применение в настоящих условиях сегодня? Она нашла свое практическое применение? Нет, она не нашла. И более того, я посылал письмо в Министерство финансов. Туда, там у меня есть знакомый какой-то, кто занимается пошлинами. И я говорю, что я могу вам рассчитать. А они сказали, нам это не надо. Вот поэтому, вот это очень трудный момент. Теория до практики доходит через чиновников, которым, в общем, не хочется напрягаться. Не хочется вникать в алгоритм решения этой задачи. То есть пока она лежит в аналитической... Проблема алгоритма. Здесь не проблема математики. Здесь проблема того, что у них есть свои интересы. И они эти интересы хотят поставить выше какой-то возможной оптимизации. Процессы. Понимаете, вот все, что я написал, я показал список статей, все, что я писал в этих работах, оно, это как бы математическая задачка ее решения. Да, я понимаю. Вот. Никто не пришел и не сказал, вот я плачу такой-то налог, посчитайте, сколько я должен платить. Он придет с этим расчетом, ему дадут в лоб. Вы же понимаете. Александр Витальевич, тем не менее, все равно огромное спасибо вам. Как вы видите, ваш доклад и ваша постановка и решение задачи вызвало огромный интерес у участников сегодняшнего семинара. А вызвало ли только у вас, Сергей Анатольевич? Нет, нет, вызвало действительно. И, уважаемый профессор Ким Йонсик, также заинтересовался вашим докладом. Может быть, вы свяжетесь с ним, ну, как это у нас говорят, в рабочем порядке. И сможете продолжить эту дискуссию уже немножко за рамками нашей сессии? Уважаемый Ким Йонсик, вы готовы к такому сотрудничеству? Я думаю, что оно будет, принесет результат и вам, и уважаемому профессору Прасову. Окей. Спасибо большое. Разрешите теперь представить слово следующему нашему дискуссанту, Кириллу Владимировичу Дорошкину. Это эксперт Центра технологий распределенных реестров СПБГУ. То есть это та структура, которая как раз и занимается развитием современных электронных технологий. И та структура, которую в своем вступительном слове охарактеризовал Николай Михайлович Кропачев. Пожалуйста, Кирилл Владимирович. Да, да. Здравствуйте, коллеги. Действительно, Николай Михайлович Кропачев подробно осветил деятельность Центра. У нас действительно есть решения для логистических задач, в том числе с привязкой, с документом, можно привязать цифровой документ оборот, в том числе, например, коносомен. У нас есть, конечно же, платформа Криптовечи. Это платформа для голосования. Даже не знаю, как слово Вече переводится на корейский. Это очень интересно. Ее можно использовать в том числе как система управления такими кооперативами или обществами взаимного страхования. Это как определенная форма организации. Конечно же, у нас есть заявленная в марте, она написана. Это система финансовых сообщений, нового образца, презентацию, которую мы можем отдельно разослать всем участникам, заинтересованным как-то работать. Наш Центр в том числе заинтересован именно в пилотировании. Конечно же, как важно заметил Ким Санхван, если я неправильно произношу, простите меня, пожалуйста, требуется новая форма организации. И в том числе, если есть, например, специальные регионы на территории Кореи, когда-нибудь будет создан отдельный специальный правовой режим. Может быть, отдельный регион на территории России, с которым можно было бы наладить сотрудничество вне всяких ограничений, которые накладывают сторонние организации и другие страны. Почему я говорю про организацию? У нас про организационный вопрос очень много. Потому что мы разрабатывали концепцию бизнес-плейса. Это небольшое такое марье-казимирование. Потому что мы отказались от концепции маркетплейса и решили, что эффективнее будет именно бизнес-плейс. И именно он должен решать задачу глобальной цепочек поставок, в том числе как единый KFC и единый комплайнс. И тут возникает много организационных вопросов. И, конечно же, без решения них IT-сфера дальше двигаться не может. Хотя технология блокчейн может решить эту задачу. И даже есть наработки. И части модулей мы можем использовать. По поводу безопасности. Мария Казимировна, опять же, обращусь к ней. Она затронула важную часть, важный вопрос безопасности в Центр технологии распределенных реестров. Он еще состоит из консорциума. Это разные организации, которые также занимаются разработкой блокчейна. Вот у одной из этих компаний есть концепция и даже варианты технологической реализации такого понятия, как квантовый блокчейн. Это новый уровень безопасности, соответственно, новое решение, которое может улучшить многие процессы, в том числе связанные с безопасностью, которые в полной мере, может быть, не в полной мере, но очень подробно осветила Мария Казимировна. Я еще что-то очень хотел важное сказать по поводу того, что очень много всего так или иначе освещалось. И так или иначе это все можно подойти к каждой задаче с помощью блокчейна. Мы считаем, что по технологии распределенных реестров и блокчейн, токенизация это гораздо шире, чем просто технология. Потому что это новый подход, это новый способ мышления, это новый принцип организации регионов, межорганизационного сотрудничества и различных сообществ. В данном случае я еще раз хочу вернуться к тому, что сказал Экин Сан Фан, потому что те модели сетевые, в том числе я их хочу назвать сетевыми, которые уже существуют, которые можно выстроить, являются очень важными. Потому что как раз именно организационная схема взаимодействия, которая позволит внедрить различные методы и технологии блокчейна, те прекрасные вещи, которые были описаны логистически, маршруты Северно-морской путь и использование внутренних водных транспортных путей. Да, водных транспортных путей, спасибо большое. И все это в комплексе, вместе с новыми формами организации, с помощью, с возникновением децентрализованных способов организации, благодаря блокчейну, благодаря смарт-контрактам, автоматизация сложных цепочек организационных, которые выполняются автоматически. И, конечно, токенизация как новая форма права, новая форма как бы утверждения. Опять же, тот же самый NFT, о котором так много говорят, может и здесь послужить очень, очень хорошо послужить как глобальному бизнесу, так и взаимодействию между Республикой Кореей и Россией. Огромное спасибо прекрасной лекции, да, и я благодарен, что меня позвали на данную сессию. Спасибо. Владимир Владимирович, большое спасибо. Я являюсь также в каком-то смысле пользователем вашей системы криптовечи, разработанной, голосую на заседаниях ученого совета и факультета и Санкт-Петербургского университета. Ну, как пользователю, конечно, к системе, как со стороны пользователя у меня нет к системе никаких претензий. Думаю, что она получит свое распространение и дальше. 140, по-моему, в организациях. Я могу сказать, да, уже больше 190. 190. Ну, вот вы сказали общество взаимного страхования, а поскольку я руковожу кафедрой взаимного страхования, попробуйте выйти на меня в рабочем порядке, может, мы в чем-то друг к другу найдем точки соприкосновения. Меня чрезвычайно заинтересовало словосочетание «бизнес-плейс». Это, конечно, очень интересно, но, в принципе, можно догадываться, что это такое. Но лучше, чтобы вы в рабочем порядке это объяснили. Может быть, вам понадобятся консультации, либо Мария Казимировна, может быть, и я на что-нибудь сгажусь. Огромное вам спасибо. А сейчас я предоставляю слово своему коллеге Ли Сан-Джуну для того, чтобы он представил следующего докладчика с корейской стороны. Да, спасибо большое, Сергей Анатольевич. Да, по-моему, господин Прасолов поднимал руку, да? Но я думаю, что мы вначале дадим возможность выступить заявленным дискуссантам, а потом предоставим слово для более таких открытых дискуссий. Следующий дискуссант – это Лита Щик, руководитель исследовательского отдела Института согласия будущего в ФЮЧе. Он также, как и профессор Ким Йон Щик, он выходит из ПВГО. Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас всех на этой площадке. Я очень коротко хотел бы задать вопрос по поводу… Это опять-таки вопрос Александру Витальевичу. Вы сегодня говорили о том, что чиновники государственные, исходя из определенных интересов, возможно, не всегда используют теории. Когда мы говорим о эффекте Паретта, то мы можем сказать, что действительно этот эффект очень хорошо выявляется в сфере таможенных пошлин. Поэтому мне кажется, что очень интересных моментов в вашей теории. И я думаю, что если рассмотреть более подробно специфику корейской процедуры таможенного оформления, то можно очень интересно продумать, как использовать вашу теорию на работе в нашем взаимодействии двусторонним. Господин Ли Сону, тоже с большим интересом я выслышал ваше выступление после начала СВО. Сегодня Арктический совет, тем более, что Россия сейчас находится в председательстве Арктическом совете. И вот мы понимаем, что сейчас Арктический совет бойкотирует члены Арктического совета. Поэтому сегодня сложно говорить о каких-то практических работах по активизации, коммерциализации Северного морского пути. И вот поэтому сегодня очень много интересов вокруг СМП. Каждый пытается монополизировать данный маршрут. И поэтому я боюсь, что это состояние сегодня текущее может как бы отрицательно сказаться на вопросе интернационализации данного проекта по активизации Северного морского пути. Что касается выступления Марины Казимировны, тоже с большим интересом. Я вот выслушал ваше выступление, ознакомился с вашим докладом. Действительно, исследование по поводу одного окна. Действительно, он рассматривался как один из эффективных способов снижения вот этой бумажной бюрократии, различных там вот этих препонов. Но понимаем, что во многих странах используется этот передовой опыт. Но понятное дело, что вовлеченность высокая многих уровней, многих организаций, вот это вызывает, наоборот, усложнение этой процедуры. Поэтому хотелось бы услышать, как вы рассматриваете этот вопрос, как можно снизить вот эту загруженность этого интересного института, или так будем говорить, инструмента одно окно. Следующий у нас выступающий был Ким Сан-Хуан. Доктор, вы отметили, что технологическое сотрудничество на сегодняшний день сложно развивать. Но вот вы отметили, что нужно развивать ту существующую платформу, которая имеется у нас сегодня в двусторонних отношениях. Поэтому хотелось бы узнать, как можно, применяя промышленные технологии четвертой промышленной революции, мы сможем развивать наше сотрудничество, например, в частности, использование блокчейн. И для того, чтобы не вот такая платформа, где только могут использовать люди зарегистрированные или идентифицированные, а как можно использование вот этого распределенного реестра, открыть эту платформу для открытого доступа, для того, чтобы многие могли пользоваться этой платформой. И, кроме того, мы понимаем, что на сегодняшний день вот эту технологическую платформу необходимо нам использовать. Но какие нужно предпринять меры поддержки на уровне государства, чтобы это произошло? Спасибо. Сергей Анатольевич, тогда, пожалуйста, я передаю вам слово. Спасибо. Мы перейдем к ответам. Спасибо большое, Лиса Джун. А я предоставляю, в свою очередь, слово Мартыновой Дарье Олеговне, ведущему научному сотруднику Центра евразийских исследований Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. Пожалуйста, Дарья Олеговна. Уважаемые коллеги, я обращаю глубокую признательность модераторам, участникам и организаторам семинара за возможность здесь выступить. Очень важно, что в данный момент, несмотря на такую геополитическую сложную обстановку, данная площадка продолжает успешно функционировать. Несмотря на то, что мы не можем отрицать негативного влияния в политической обстановке на наши экономические отношения, мы явно видим взаимную заинтересованность. И, что очень важно, она конкретна. Сегодня и в первой, и во второй сессиях прозвучало много конкретных направлений для российско-корейского сотрудничества, включая конкретные проекты, над которыми идет работа. Над этим проектом работа, конечно, зависла, но то, что стремление продолжать ее есть, оставляет определенные надежды. И мы видим, что корейский бизнес пытается, насколько может, оставаться вне политики. И, как я отметила, мы знаем пути, по которым сегодня многие из них были обсуждены, по которым можно двигаться дальше. Большие возможности перед нами открывают технологии блокчейна. Сегодня перечислялось очень большое количество сфер сотрудничества от глобальных цепочек поставок до здравоохранения. И каждая из них кажется перспективной. С точки зрения глобальных цепочек поставок представляет большой интерес доклад господина Ли Суну, в котором содержится подробное исследование. Сложно спорить с тем, что интеграция водных путей России может кардинально изменить логистические цепочки на континенте. Это действительно очень масштабный проект. И в частности, мне отдельно запомнилось упоминание станции «Снежинка». Я долго следила за этим проектом. Он действительно представляется уникальным. И вот очень жаль, что на данный момент сотрудничество по его поводу приостановлено, потому что он способен, на самом деле, очень много совершенно новой возможной информации в науке дать. Хочется надеяться, что все-таки какой-то общий язык хотя бы по этому проекту будет в дальнейшем найден. Ну вот, как передо мной отметил господин Литый Сик, если говорить в целом про проект интеграции водных путей, там пока еще очень много на данный момент припун, чтобы говорить об этом предметно. Но, тем не менее, у меня есть к вам такой вопрос. Рассматривает ли ваше исследование, хотя бы теоретически понятно, экологические аспекты такой потенциальной интеграции, и возможно ли сотрудничество России и Республики Кореи вот в этом контексте в сфере экологии, в сфере глобальной водной интеграции водных путей с Северным морским путем. Из докладов Александра Витальевича Просолова и Марии Казимировны Цинжарик мы можем также заключить, что использование современных инновационных подходов может кардинально изменить роль таможенных органов, сделать наш институт таможни значительно более эффективным, в том числе даже функцию определенного предотвращения экономических преступлений, кем ему дать. Но вот у меня также к Марии Казимировне возник вопрос. Вы много говорили в докладе об автоматизации таможенного процесса в России. Это подразумевает, что штаб сотрудников в принципе будет сильно сокращен, или наоборот, ввиду того, что блокчейн откроет много новых возможностей, новых функций таможни. Эти люди просто будут выполнять какие-то новые функции, или просто будет сильно сокращен сам институт, количество сотрудников таможенных органов. И доклад господина Ким Санхвана также предоставил широкий взгляд на технологическое сотрудничество России и Кореи в целом. Мне представляется очень важным то, что вы подчеркнули научно-исследовательский потенциал России, то, что Республика Корея ценит его важность, поскольку у нас действительно очень широкая база в этом смысле есть. Причем не только в сфере каких-то высоких технологий, но и, например, в отношении водородной энергетики, что могло бы внести очень серьезный вклад в этом направлении развития зеленой энергетики. У нас вообще в этой области много что намечалось до этого года, и здесь большой потенциал. Как мне представляется, вы озвучили ряд перспективных инициатив, в частности, сотрудничество в многостороннем формате в рамках ЕАЭС, БРИКС и ШОС, поскольку эти организации постепенно набирают политический вес и какую-то базу, как минимум, для дальнейшего сотрудничества в среднесрочной перспективе сейчас там можно создать. Также представляются важными предложенные вами двусторонние инициативы, и хочется надеяться, что будут возможности для их реализации. Большое спасибо. Огромное спасибо, уважаемая Дарья Олеговна. Уважаемые коллеги, у нас осталось 10 минут, и есть у меня такое серьезное подозрение, что все-таки, наверное, не хватит нам времени для ответа докладчиков на вопросы дискуссантов. Если мой уважаемый коллега Лису Санчжун согласится с таким мнением, я тогда продолжу дальше, наверное, видимо, наш с ним комментарий. Спасибо, спасибо, профессор Лису Санчжун. Я понял ваш сигнал. Уважаемые коллеги, я чрезвычайно рад, что мне удалось принять участие в сегодняшнем семинаре. По-моему, это один из самых интересных семинаров ДРРК, который вообще состоялся и в которых я принимал участие. Все доклады вызвали огромный живой интерес со стороны участников семинара. Дискуссанты были активны, и надеюсь, что их вопросы подскажут докладчикам дальнейшее направление развития исследований, результаты которых они доложили в доклад. Ну, несмотря на то, что мой доклад прозвучал в первой сессии, я уже примерно наметил для себя такие направления. Огромное спасибо. Хочу отметить тот момент, что в выступлениях абсолютно всех участников нашего сегодняшнего семинара прозвучала мысль о необходимости сохранения сотрудничества между Россией и Южной Кореей даже в сложных сегодняшних политических условиях. И не только в сохранении, но и в их дальнейшем развитии. Особенно в этом отношении на нашей сессии обратил на себя внимание доклад уважаемого Ким Санхвана, который буквально по позициям наметил пути развития такого сотрудничества. Я благодарен всем участникам за интересные доклады, дискуссантам за острые позиции по поводу высказанных в докладах мыслей и передаю слово своему уважаемому коллеге Ли Санчжуну для того, чтобы он подвел итог нашей сегодняшней сессии, которую нам удалось с ним совместно промодерировать и выразить ему благодарность за работу модератора. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Действительно, очень хорошее прозвучало резюме. На протяжении 30 лет после восстановления дипотношений я уделял очень долгое вот это внимание исследованием развития двусторонних отношений. Последние два года я посвятил как бы резюмированию, хотел сделать экстракт вот этих наших отношений. И знаете, я пришел к чему? К какому выводу? Что наши отношения, они подвергались постоянно то взлету, то падению. Прям можно сказать, что как на этих роллокостере мы катаемся. То есть я хотела бы еще раз повторить свою мысль, что у наших стран имеется особая особенность, очень такая характерная. Мы сталкиваемся с кризисами, и мы этот кризис используем как вот как бы тот способ, тот метод для того, чтобы еще укрепить свой потенциал, чтобы дать какой-то прорыв в своем развитии. И это у нас можно статистически все это подтвердить. Кроме того, корейский бизнес сегодня вот в этот период передышки, он сейчас готовится и изыскивает новые пути, новые возможности, новые форматы взаимодействия. И я думаю, что сегодня на этой сессии мы смогли еще раз убедиться в том, что обе стороны хотят продолжать наше взаимодействие. Кроме того, мы не сидим сложа руки, находим новые моменты. Еще один момент я хотела бы поблагодарить за профессиональную подготовку этого семинара наших партнеров СПБГУ. Сегодня весьма прозвучали интересные, профессионально подготовленные доклады, и это было для нас очень поучительно. Еще один момент я хотела бы поблагодарить всех наших участников за вашу выносливость, за ваше терпение, потому что мы ехали очень долго, и тем более находиться перед экраном компьютера длительное время, это очень сложно чисто физиологически, поэтому я благодарю всех наших коллег, докладчиков, дискуссантов. Особую признательность я выражаю Сергею Анатольевичу за прекрасное модерирование сегодняшней нашей сессии. Также хотела бы поблагодарить представителей секретариата ДРРК от российской, от корейской стороны за прекрасную подготовку организацию этого мероприятия. И в заключение хотел бы поблагодарить наших двух переводчиков, которые обеспечивали нашу коммуникацию. Спасибо всем за работу, за внимание. До свидания, коллеги. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok